Аплодисменты Аплодисменты Белая рубашка Скажется, сколько много людей А я думаю, будет людей 12 Тема сегодня такая щепетильная Обычно никто не приходит Верёвку принёс, особо бурно Всю нему не связываю В здоровье психиатра Сразу отвечаю, медицинского образования у меня нету Сразу у меня, прошу прощения У медработников Зато у меня есть богатый жизненный опыт Лично мой и Огромного Количества людей, которые приходят На консультации конкретно По физическим недугам Поэтому я не знаю даже Хорошо или это плохо, что у меня нету Официального медицинского образования Поскольку я экспериментатор И всё, что я вам буду сегодня говорить А сегодня был бы вам говорить Только про заболевания Я даже когда Начал готовиться Пару дней назад У меня пришёл образ верёвки И сегодня на этой верёвке я буду показывать фокусы Как этот, кудесный Вот, поэтому всё, что я вам опять Буду сегодня говорить Является не теорией Не теорией А практикой Я доказал на своей шкуре И на шкуре ещё 14 999 человек Что есть некая система Система работает Система древняя как мир Называется она в простотах жизни Мы сегодня будем потихонечку Практиковать Все пришли сегодня Услышать про здоровье Или просто кто-то обняться пришёл Мне сразу О, вот всё Я понял Всё это да Вот это правильная вещь Кто-то думает о конкретных вещах А не философских Тут, скорее всего, и болеть ничем не будет Да Да Вот Итак Итак Сразу, чтобы вас не грузить Не грузить Шоу чуть-чуть на потом оставим Сначала поумничай Ну, чтоб не идти Запись будет высокого качества Слово жопу, по крайней мере, вы уже интересно А тут мало ли ещё Ах, как я рад вас видеть Прямо По чесноку По чесноку Сразу хочу спросить Есть врачи у нас сегодня в зале? Я буду на вас ссылки делать А вы будете подтверждать или 100% попровергать? А? А? Есть? Отлично 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 Я могу в медицинских терминах немножко плавать Я общий принцип тела знаю А всё, что касается там Химии и всяких этих процессов Будут помогать тогда мне Хорошо? Ясно Отлично Так-так-так-так Смущаюсь Вы все такие красивые Нарядные И это А я давно некоторых не видел Итак У любого события Нехорошего в нашей жизни Нехорошего Сегодня будем только говорить Нехорошее Событие такое, как заболевание И психические, и физиологические заболевания Я их в одну группу свёл Поэтому, чтобы вам голову не умудрить Всего есть три причины Поэтому, тот, кто очень с головой хорошо дружит У кого интеллект позволяет мгновенно воспринять Поставьте себе на птичку три заметки Три заметки, почему мы болеем Это очень просто И тот, кто был и тот, кто не был, я повторю Мы начинаем с пути здоровья Каждый из нас сходить тогда, когда мы В пункт первый Потеряли цель и смысл жизни Мы Это такой первый глобальный пункт Потеряли цель и смысл жизни Спроси, зачем вы живёте Вы начинаете говорить свои желания При углубленном каком-то анализе Начинаете говорить, что, кажется, это желания не ваши, а кого-то были А где ваши желания? Где ваши наполнены целью и смыслом Его нету Это В наше время основная проблема Основная проблема Одна из основных Не основная Когда человек просто спотыкнулся И начал болеть Что такое болезнь? Человек идёт по своей дорожке Идёт, идёт по гармоничной дорожке Как только он с неё сошёл Мгновенно она бейсбольная бита почему-то по голове бьёт в качестве чего? Заболевание Болезнь Это изменённое состояние сознания При котором человек делает некую перезагрузку Переосмысление Над целями Смыслом жизни В этот момент он понимает, что может он с кем-то не то поругался Что не надо было воровать Не надо было там изменять Не надо было просто так вступать в эти отношения Надо было наоборот ценить этого человека Который был вот он прям для нас Богом Грубо говоря, болезнь для меня ассоциируется Изменённое состояние сознания Тот, кто болел Тот, кто болел, знает Когда температура начинает подскакивать Подскакивать Вам не шибко-то очень хочется бегать, прыгать И вообще даже говорить ни о чём О пустоте В этот момент вам даже телевизор не хочется смотреть Потому что начинает тупо или мудро болеть голова Кто-то по славянским практикам меня научил Что болезнь состоит как бы Это комбинация трёх слов Бог лечит знаниями Получается болеть В состоянии болезни вы зарабатываете некие знания Как быть Или что делать По-простому Поэтому Любую болезнь можно нехорошо к ней относиться А можно наоборот Поблагодарить Что именно в результате Того, что вы свернули с какого-то пути Вы поняли Насколько Истина отличается От вашей якобы правды У каждого правда своя А истина однако Горят мудрые Я же обещал С самого начала немножко поумничаю А если не интересно Мы говорим Давай чуть-другой Не тот рассказывай Станцуем Споем Не хоровод водит На самом деле Только-то хоровод водит Только чуть громче Чтобы это Конечно У меня просто Идут в таком Идут в таком Чужие желания Да А если Я не знаю Зачем Подожди Я сначала дам всю теорию Чтобы Может я сейчас на концу расскажу Сказать Аааа Ёбки-палки Вообще всё понятно Итак Первое Самое Фундаментальное Что вам нужно запомнить Ставьте всегда Букву Я Она 33 идёт в алфавите Я болею Из-за того что И смотрите всегда Три раздела Первое У меня нету цели В жизни Я не знаю зачем я живу Чем я наполняю Какой у меня смысл Только знание цели Наполняет смыслом Даёт силы Для осуществления этой цели Если у вас цели нету Ну Тогда Будете приснят Маленький Состояние депрессии Перезагрузка происходит Перезагрузка происходит И по крайней мере Вы выходите Уже по другому Видящее Этот мир Первое Отсутствие Цели И смысла жизни Второе Я болею потому что Я не знаю где переходить дорогу И поэтому часто попадаю куда На быстро несущийся капот автомобиля Серёж Как настроение? Хорошо Брата нашёл своего сегодня? Трёшку? По глазам брата нашёл? Сразу такая просьба Вы будете тут Кто-то о чём горит Сегодня только по заболеваниям Кто-то будет говорить про глаза Вы не ждите что он глаза И глаза у него уникальные Нет У нас тело одно единственное Оно работает под ними Тем же фундаментальным законом Поэтому Второй пункт гласит что Незнание этих законов Не освобождает от ответственности Второй пункт Незнание Законов Если вы не знаете определённые законы Космические Психологические Физиологические Метафизические Они очень простые на самом деле Про них ещё говорил Христос Их два Возлюби Бога И возлюби Другого Как самого себя Вот и все законы В принципе На основе их целая полемика вырастает Целую можно Религию создать на ровном месте Поэтому второй пункт Почему я болею Это От незнания Фундаментальных Принципов мироздания И третье Вот эта зараза Самая действительно Одна из самых распространённых Она гласит о том Что Добрые Отзывчивые люди В детстве В юности Когда бы там ни было Вбили мне Какие-то палки В колёса Это некие психологические блоки Которые достались нам По наследству Соответственно Соответственно Эти блоки в нас Пустили корни И начали нас тормозить И мы начинаем болеть Потому что мы Или привыкли в детстве болеть Понимаете о чём я говорю? Жарко сегодня Поэтому А в предах Вам что не жарко? Одна-ка Минусляки Есть такой диагноз ВСД Меня врачи научили Когда всё время холодно Сердце горячее Говорят Не смотри что руки и ноги холодные Зато сердце горячее Это правда Вот они почему-то всё время Кутаются У меня тоже раньше было Я тоже вообще время У меня будет Конечности мёртвые Три вещи Тёмушка Три вещи Вот любой вопрос Например спросишь ты у меня Почему у меня волосы выпадают? Я говорю смотри три вещи Серёшка спросит Я не вижу в этой жизни Я говорю смотри три вещи Где-то ты заплутал Это для тех кто очень любит быстро Кто-то говорит Почему полнота? Я говорю смотри три вещи Это такая общая фундаментальная Потому что я говорю Каждый из вас столкнётся Но это вам полное Понятно теперь почему А почему у меня Два места в троллейбусе занимают? Один к одному и тому же принципу Точно так же и со зрением Точно так же и с весом Если будет сегодня полный человек задавать вопрос Сразу же вся аудитория смотри на него Я буду потихонечку раздевать Но не его а тебя Каждого кто хочет с полнотой как-то договориться У кого глаза что-то там хочешь С полнотой договориться Сколько тебе? Плюс 15 Вот здесь хочешь? А минус 6? Хочешь? Минус 6 вот здесь Килограмм А-а-а Вот здесь Может быть на одном месте? Я шучу Я шучу Ну что ж ты там ручкой тянешь? А вот если наоборот вес набрать не избавиться, а набрать Тоже скажу Одна и та же история Там всегда будет Я расскажу Я вам хочу сначала познакомить с Не просто с постулатами какими-то Для меня это стопроцентная аксиома, не требующая доказательств Я знаю почему у кого-то болят глаза И они болят у всех по одной и той же системе Я знаю почему набирается вес Я знаю почему почки отказывают Почему нет дел Каждый месяц Я знаю, я поэтому Мог бы вам просто под диктовку дать эти вот некие Пакрон, которые шаблоны, таблицы Но я вас хочу научиться не просто повторять как попугай Определенный набор слов Вот это поэтому, поэтому Вот это поэтому, вот это вот это нет Я вам хочу дать научить основной принцип жизни Для этого почему-то мне три дня назад понадобилась веревка У меня немножко образное мышление И поэтому я понял, что Как Христос притчами Я не могу вам рассказывать Что я вам могу рассказывать Плоские анекдоты Которые мы все будем понимать Потому что мы вот в ногу с этим временем идем Или по крайней мере то, что родилось А вы это на ваше усмотрение Принимайте или не принимайте Хорошо? Итак, веревка Сколько концов у веревки? Два Откуда вы знаете? Много Правильно, два Давай конца Для этого мне нужно два добровольца Одного бороды чая сразу нашел Он мне симпатишем Я его, может быть, даже люблю Держи И женщина, да? А лучше двух Женщину возьму в качестве участника Хочешь? Хочешь? Сейчас просто поясняю, зачем мне два добровольца Это два столба Два столба, которые будут молчать до конца тренинга Да, у них будет такая пассивная роль То есть, поэтому Суть их заключается в том, что Один конец веревки – это у нас рождение То есть, а это человеческая жизнь Ну и длина человеческой жизни Вот это будет рождение Кто хочет быть смертью? Смерть уже идет Идет уже Братка, держи Итак, веревка длинная На самом деле Нам столько не нужно Просто вот так Ее можно натянуть Да, натянуть, значит, соответственно, чуть-чуть дальше Чуть-чуть дальше Ты не оттягивайся, ее натяни Итак Мы как эти вышибалы Дотрагивались Да, мы вышибалы, для меня не дотрагивайтесь Это правильно Итак, я раньше очень много увлекался и наука такая есть Ну, псевдонаука, на самом деле, официально миру отрицает Есть наука хироматия Так вот, у всех есть очень интересная линия на ладони Называется линия жизни На самом деле, все линии классические, нет уникальных линий Есть основа Это как основа у человека Есть две руки, две ноги, два глаза У некоторых, конечно, есть патологии Третий, четыре глаза, сямские близнецы У некоторых один глаз, у некоторых без глаз рождаются Я сейчас аномалии, наверное, убираю Так вот, вот эта линия, вот эта линия, это ваша линия жизни Она у всех составляет 96 лет 96 лет, не спрашивайте, пожалуйста, то, что я не могу знать Я могу только сказать за качественной информацией 96 это правда, но это не значит, что вы будете жить 96 У некоторых, у некоторых, происходят следующие вещи Итак, всем понятно, это рождение Это рождение, начало Начало веревки, это рождение Потом человек, гармоничный человек Я сейчас только говорю про заболевания Он начинает сантиметра за сантиметром Что эту жизнь? Совершенно верно Происходит процесс очень Это пища Представьте, что это такая длинная сосиска Начинаю эту сосиску кушать Начинаю эту сосиску кушать, кушать, кушать Держи И чем тщательнее ею, что? Что делать? Пережевываю, умнички Пережевываю Заметьте, миллиметр за миллиметром Ты стой, я иду Я главный участник, это вы Если я каждый момент в своей жизни смакую Смакую Пережевываю У меня, заметьте, длина веревки не что? Не сокращается Она как была, так и есть Я просто по ней что? Иду Тщательно Пережевывая Каждый миллиметр своей жизни Но это я Есть аномалии Аномалии, например Когда я боюсь, что я не успею Но вдруг и не успею Я начинаю что? Что начинаю? Не пережевывая От этого у меня что там происходит? Совершенно верно У меня происходит неосварение Пища, которая закидываю туда кусками Кусками Она действительно не пережевана Она не смочена нашими слюнами Слюнные железы не выделяют достаточно Слюны мы не перевариваем то, что у себя Теперь я этот процесс Хочу показать вам детализированно что в своей жизни Мы не перевариваем А потом вам на примере этой веревки Я разберу любое ваше заболевание Вы меня не удивите Абсолютно любое Есть такие редкие заболевания, которых я и не слышал Вы мне симптоматику будете описывать А я вам расскажу, где вы Проглотили больше, чем смогли проглотить Совершенно верно Я буду на каждые пять минут спрашивать Пока чуть-чуть понятно Вы в сумасшедшем доме Я в кинотеатре Бригада скорой помощи Вторая дежурь там на улице Вы попали Добро пожаловать все Добранные сектанты И так Здоровайте, счастливых человек И людей я добавляю В тот первый раз особенно Не шокируйтесь У меня не было телевизора в детстве А кто-то прибил эти игрушки к подоконнику Я так игрался с прибитыми игрушками Поэтому Еще мама меня в театр не пускала Теперь я вот, смотрите Все мы актеры Будем играть Ну вернее Будем играть по чесноку И так Что происходит? Что это такое? Это жизнь В переводе на сегодняшний язык На сегодняшнюю тему Это чувство, которое вы Или Проживаете Пережевываете Смакуете Или почему-то вы их что? Проглатываете Не пережевываете Ваш желудок не понимает Что у него упало Кто-то ежа проклотил Кто-то кирпич Кто-то мешок гвоздей В этот момент начинается очень интересный сбой Я сейчас говорю не про желудочно-кишечный тракт Я говорю про основной жизненный принцип Если вы его поймете Я ему уделю где-то час И потом я уделю час где-то вам Так будет по-честному Ну Пока нет рук Значит более-менее понятно Два столпа Один смерть Рождение От рождения до смерти Вам отмерено каждому Средним 96 лет Это средняя продолжительность жизни Я не говорю про статистические данные Я говорю про вашу физиологию То что вам отмерено 96 лет Средний возраст для познания И ответы на самый главный вопрос Какого хрена Кто виноват Что делать За 96 лет Каждый человек может на него ответить Все очень просто Итак, если все понятно Идем дальше Я говорю только Про душевные Переживания Если душевные переживания очень сложно Я говорю чувства Наши любимые чувства Понятно? Можно Но и сейчас Страшивает Куда можно отнести тогда детей Которые рождаются уже с папологией Отвечаю В своей жизни я столкнулся с двумя феноменами Это здоровые дети и больные дети Сразу отвечаю Заболевания Есть Врожденные Есть приобретенные Правильно? Правильно Общая позиция медицины Общая позиция Какая специализация? Если я скажу, что стоматолог Стоматолог врач Для меня стоматолог врач был, есть и будет Врач Есть врожденные, есть приобретенные В данном случае вы спрашиваете Приобретенные заболевания Врожденные У которых родился Откуда у него причина? Поясняю Прежде чем я Чем я появился В моем зачатии как минимум должны были поучаствовать двое Как минимум двое, правильно? Ну согласна? Согласна Значит я Наследую очень два информационных поля Первое это отца Второе это матери И по факту Я по факту Если они где-то не договорились Не договорились между собой Спасибо за подсказку Я с вашего разрешения Выключу телефон для меня Ну чтоб не звонил Где-то мать с отцом не договорились В результате какого-то конфликта В результате может быть каких-то неправильных отношений Я не рассматриваю сейчас Я просто говорю Они не договорились Я с самого рождения Рождаюсь с определенными Наследственными, говорят Какими-то заболеваниями Это врожденное Но теперь смотри Это только одна вещь штучка Я же не просто родился И вот начинаю идти по жизни Нет Я душа воплощенная в этом теле И прежде чем я в это тело попал Я должен был с этими двумя договориться Которые меня сделают Понятно я помню? О родителях А? Потому что ребенок в душе А я только что это и сказал Я должен был договориться с этими двумя Чтобы меня приняли Но приняли на их условиях На их основаниях Грубо говоря, чем больше я каждому из них двоих задолжал Чем условия должны были быть жёстче Я не люблю просто штрафции на тренинге Если вам нужно доказательство некой реинкарнации Которое себе я 100% доказал Для меня это не слова Для меня это как бы Мной доказанный факт Но заметьте, это я Себе Умничка Поэтому, если я родился больным Это говорит о двух вещах Первая вещь Родители между собой не договорились Вторая вещь Я своим родителям Уже очень много задолжал, когда рождался Так понятно? Задолжал? Ну смотри Если рассмотреть просто вот этот кусок веревки На самом деле я вас обманул Нету ни начала, ни конца Есть два видимых просто сперта Вот отсюда до сюда Это видимая часть На самом деле веревка Веревка Она слединена концами Получается круг И я уже рожден в этой жизни Ну пусть будет О, кстати, гляньте Вот это называется узел Ну почему-то Ну слово да, все кармический узел Поняли мгновенно? Смотрите, это узел Это узел В результате этого узла В результате этого узла В результате этого узла Вот она так двигалась, двигалась И почему-то Кто-то рождается вот с узлом самого рождения Это болезни действительно Они, это болезни Я просто расскажу Как они появляются А потом как они убираются Но поскольку я не волшебник Я только учусь Я не могу отрастить, например, конечность Если человек без руки рождается Или без глаз С такими-то серьезными врожденными патологиями Но все, что, как я говорю, если органика Органических повреждений нету Все можно убирать Поскольку я тут для того, чтобы это доказывать и показывать Вот Рождаюсь узлом О чем говорит? Что у меня С этими двумя С родителями Только про родителей сейчас Уже что-то что Очень темная запутанная история Поэтому это называется врожденное заболевание Но выглядит это В этой уже жизни Вот в этом куске Именно в этом куске Что действительно Мама с папой чем-то не тем занимались Нормально Кто-то преследовал свои корыстные и меркантильные интересы Поэтому я как жертва А теперь объясняю, что такое вот это Например, у меня есть мена двух родителей Вот Отец Вот у меня мать Чтобы понятно было Объясняю Где-то давным-давно, лет 400 назад Вот Заметь, пальцем на мужчину показывают Но говорю Ее я изнасиловал А у него Заметь, на женщину показывают У него Сперва огромную сумму денег И поэтому это называется, что Ребят, я вам что-то должен Но так же, как и вы мне Только вы мне, смотри, подарили жизнь Я родился С определенным интересным спектром Но детские заболевания Я люблю частные случаи Общая тема такая А если частные, я бы уже разбирал конкретно Что где Будем честно с ним читать Микрофон Можно, но не сейчас Вы же хотите уже поговорить быстренько о ком О своих каких-то случаях И каждый является эгоистом Я не исключение Каждый думает, что я есть и мое Я же вам еще раз говорю Вы можете запомнить 33 буквы Вы можете запомнить 33 буквы Русского языка И из этих 33 букв Составить абсолютно любое слово в своей жизни Вы можете говорить Двумя миллионами слов Вы можете изобретать свои слова Вы можете использовать предложение Сколь угодно длины Мне вас надо научить 33 буквам Вы же хотите запомнить Два миллиона слов В русском языке Пушкинское это Поэтому я вам говорю Я вам о простоте А вы опять усложните Я говорю, нет Сразу буду вашу путаницу распутывать Дихо Мороз На громкую включи, чтобы И так Жизнь понятна? Смерть Жизнь Длина жизни А теперь смотрите, что происходит Вас сам Бог сегодня мне дал Родители, ребята И поэтому Кто там хотел быть подок? Идем Привет Привет Тебя как зовут? Я ходил Полюшка, полюшка Смотри Вот то, что я сейчас начинаю делать То, что я сейчас начинаю делать Называется Непрожитый момент Опа Называется непрожитый момент Например, с кем? Например, с сестрой Идёй сюда А ты присаживайся Ты у нас гире на зонках Ты у нас будешь у неё Чем угодно Что такое непрожитый момент? Непрожитый момент Непрожитый момент Это когда у тебя есть сестра А ты кем являешься? Сестрой А ей? Это мать моя Да, мать моя женщина Это мама, соответственно Это, соответственно, папа Это вообще человека не было в твоей жизни Но, тем не менее, о чём я сейчас говорю Он тебе говорил О душевных взаимоотношениях Или о чувственных взаимоотношениях Что ты к сестре чувствуешь сам? Она старше или младше? Старше Старше? На сколько лет? Лет на пять Лет на пять, да старше? А теперь скажи, пожалуйста, что ты к этому человеку чувствуешь? Люблю, уважаю Так Хочу быть похожей Так Умничка Ну её почему-то вот она чаще хвалит Ты не раз замечала Умничка А ещё Что меня недолюбили Да А ещё? Да Ну, соответственно, злость какая-то Умничка А теперь скажи, что ты конкретно ей выражаешь Что конкретно? Ну, я высказываю своё недовольство Что вот, мама, ты её любишь больше Могу сказать? Могу Да, а ей? А ей? Уважаемя Не говоришь вообще ничего Вот это называешь Идём, мама Ты держи только крепко Я почему тебя там поставил Ты не отпускай верёвку Ты не отпускай верёвку Я тебя тяну Ты что делаешь уже? Ты подходишь Ближе Ты подходи Ты подходи Вы смеётесь Но на самом деле это не смешно Это я наблюдаю Вдоль и поперёк Опа Опа Всё, что чувствуешь Должно быть пережито Пережито Это не проглочено и унитаз А просто насладиться моментом Есть два вида переживаний Отрицательное Отрицательное И положительное Соответственно это Отрицательное чувство И положительное Отрицательное чувство Отрицательное чувство Вас всё время что делают? Что делают? Подталкивают Куда? К вашей цели К концу В данном случае К вашему здоровью К вашему Чему? Благополучию К вашему Короче это цель Вам нужно достигнуть своей цели Когда вы испытываете Грусть, ревность, страх, ненависть Злобу, что угодно Эти чувства вас толкают Вас толкают к цели К цели Они как бы выталкивают вас на свободную орбиту Чтобы вы вылетели как из пушки Но есть позитивное чувство Любовь, нежность, благодарность, забота, ласка, воодушевление, вдохновение Эти чувства Что делают? Тащат Тянут Два вида энергии Заметьте Отрицательное чувство Дают хорошего поджопника И вы вылетаете из этой орбиты А позитивное всегда тянут Поэтому Некоторые Привыкли Испытывать только что? Позитивное Поджопник это позитивный А, позитивный поджопник Да Есть такая Так вот Я сейчас говорю конкретно о заболеваниях Если вы вдруг Вот эти чувства Я не смотрю тебя туда Если они тебя туда тянут И вы их не выражаете Что происходит? Ну вот узел Узел Тупик какой? Это тупик Я цель Идем ко мне Ну вот все Решает, не получается Да Не выходит И до тех пор Это называется болезнь До тех пор болезнь пока что Ты не поймешь кому что из этих людей Это умничка Это вот главное что ты это начала понимать А теперь смотри А есть отрицательное чувство Что с этим делать? Они точно так же Вы просто понимаете Я все время на примере еды Изображаю вот эту вот линию Кто-то Кислое Сладкое Соленое Горькое Переченое то ведь А кто-то говорит Перец то зло Сахар то смерть И начинает Ну как бы Убирать полностью все Из своего рациона И он полностью Не насыщается вкусами Точно так же и чувство Вдруг в твоей голове возникла идея Что грусть например Или обида Это очень плохо Как ты думаешь сможешь ты это выразить Что тебе грустно Или что тебе обидно Нет Не выразишь Совершенно верно А твое лицо что будет делать? Улыбаться Вот Смайл Правильно? Потому что что? Мама сказала Вот что? Сильно Надо быть сильной Тестра говорила Ты что малявка Ты уже быстрее Я уже не плачу Я не реву А внутри прям вообще раздирает И заметь Ты начинаешь завязывать что? Узел С тем человеком Перед которым у тебя есть долг А теперь смотри Ты идешь чуть чуть дальше по жизни И в твоей жизни Интересные люди накапливаются Подруги Бывшие Иди сюда Нет Да Ты присаживайся Ты присаживайся Ты присаживайся Абсолютно любой Он очень сильно влияет Вот на этого вот персонажа Очень сильно И он действительно Приближается с неумолимой скоростью Все что нужно Все что нужно Это четко Сто процентов А теперь смотри Линия жизни Линия вашей жизни Имеет некую Грубо говоря Цифры Ну что Вот там сколько Ты родилась Сколько А вот там Возле этого столба Ноль Там ты родилась Там ноль Тут где-то сколько уже Ну вот смотри Уже лет семь А Товарищи больные люди Сейчас Минуточку Внимание Первое Мы сегодня про заболевания Только про заболевания Первое что нужно сделать Найти Найти Первое Момент Возникновения Вашего заболевания По чистой случайности В кавычки Он всегда будет совпадать С кем С кем-то У кого-то это сестра У кого-то это Бабушка У кого-то это Мать У кого-то это Отец Если конечно Заболевания у вас Детского садика Например глаза Или там Диабет Или еще что-то То соответственно Бывших не ищите Бывших не ищите У вас не было еще В детском саду Запоминайте Первое С чего нужно Сделать Чтобы ваше исцеление Происходило Что такое исцеление В слове исцеление Есть какой корень Цель 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 Молодец А теперь смотри Из правильно Из правильно Подобранной цели Цель В данном случае Это не смерть Это цель Это цель Да Это цель Из правильно Подобранной цели Идет само слово исцеление Что вы будете Для этого делать Ничего Того Что надо Вот Кумекать мозгами Все очень просто У вас очки на глазах Тут стоишь ты Ну вот Вы вдвоем сидите На это Мужчина же Кто хочет Что надо делать Во первых Встаньте Да Вот так У вас очки Со скольки в лет С 11 лет Вот это ты тут стоишь Вот 11 Твои лет Вот 11 лет Скажи пожалуйста Кто в 11 лет Рядышком был Это я просто одного человека Посадил Я бы мог бы тут грядку посадить Родитель Вот Отец Или мать Или кто Должна была быть Брат сестра Правильно Правильно Первое с чего Это у тебя очки А у кто Детские заболевания какие-то Кожные Кожные Вставай Вот это стоишь ты С аллергии Правильно С прыщами Не знаю С чирями Чем угодно Загрязнение крови Что угодно Первое с чего надо сделать Отследить Со скольки лет Это для всех Не думайте что вот она Избранница и все Нео победитель матрицы Нет Нет Это вы Первое с чего Нужно сделать Первое Это Вспомнить Когда у вас Это заболевание Возникло Второе Вы почистите Или Нечистой случайности Пожалуйста Посмотрите Кто те люди Которые были На момент чего Возникновения Этого Заболевания Понятно Говорю Это очень простая Вещь Детские болезни Какие у тебя Были Прыщи У тебя до прыща еще С носом еще в порядке Будут все время Да Не знаю Дим А Коклюш Детская болезнь 7 лет Что делает Дим Коклюш Коклюш Или даже Шмоклюш Есть такое Слово Всегда Начинаете Отсчет времени Гриш 7 лет Правильно? 7 лет отмерила Правильно? 7 лет 7 лет Кто был? Ну кто? Рядом Рядом Кто присутствовал? Родители и учителя Родители и учителя Вот родители Вот учителя Это у всех Это у всех Вас пусть не смущает Слово у всех Стоите здесь вы Не важно что у вас Любое заболевание Запомните Оно протекает По одной и той же фазе Начало Апогей Конец Кто-то просто в апогее Живет всю жизнь Я тут для того Чтобы ваше заболевание Забрать Дайте мне Я знаю что с ними делать Мне оставьте Я жадный Мне Поэтому Поэтому Первое С чего нужно сделать Любое заболевание Включая вес Алкоголизм Зрение Любое заболевание С чем вы сегодня сюда пришли Любое абсолютно Нашли Нашли Заболевание В 14 лет Семьи С 20 С 30 С 35 Это первое Определили С какого момента Второй момент Нужно посмотреть Кто Кто Эти Узловые фигуры Именно В том Моменте Понятно Говорю У тебя что В детстве было Вообще Ничего не было Я из-за меня не про страшно Я восхожу на элементарные Как Курение Курение Вот Кто-то думает что курение это привычка Совершенно верно Но курение Вот Курильщица передо мной Заядлая Заядлая курильщица Которая начала Сколько лет курить Ну с 13 13 лет 13 лет Погружение Одноклассников Не смотри А теперь смотри что начало К молодому человеку в 13 лет что чувствуло Лубок А? С палочкой Что чувствуло? Лубок Лубок да? Еще Палочку принесите Палочка Палочка Какая коварная женщина Говорит Палочку мне принесите Мне уже 13 лет На милиционеру пойду учиться Я бы кого А что закрыла? Небеканная Палочка Дождь идет В лужи уже Мокро Уже мокро Нос какого-то натекло Не надо так на дождь В это Хочу сильно капать Классно? Идем дальше Идем Ты как будущий врач Миллионы перепашешь Поверь Миллионы людей Просто возьмешь За эту вот штуку Вроде бы ты с одной этой штукой идешь А заметь За тобой целый пойдет этот коллектив Итак Пока понятно? Пока Смотри Есть молодой человек 13 лет Есть ты Ты к нему что-то чувствуешь Но не до конца это все Что? Не переживаешь Не переживаешь Не выговариваешься Злишься на него Психуешь на него Ревнуешь его Еще что-то Вот кто это запросто Все переживает У того не образуется узел Тот идет четко легко Но заметь Ей легко Сузломите Неразвязанных отношений Тем более что у него уже Смотри кто есть А каково ей Она уже ее тоже ненавидит Как избавиться от узла Я еще не рассказал Я вам четко по инструкции Должен вас научить 33 буквы алфавита И вы можете любые комбинации собирать Любые Не просто не ставьте себе Вот этих вот Палок в колеса Преград Хорошо? Отлично 13 лет Чувство не выражало Появилось очень сильно Ну-ка потанцуй Тяжеловато Не очень хорошо Да? Да как тяжело А заметь А заметь Мучается всегда не один Да Мучается всегда Умничка Умничка Мучаются все Покрепче меня свяжи Возьми меня посильнее Хорошо Мучаются всегда оба Заметь Ей танцевать не очень удобно Как ты думаешь Какие у него при этом чувства Начинаются вот к бывшему Он не очень хороший Очень-очень хороший Если у него хорошие чувства К нему возникают К бывшему И вдвойне больней Потому что он уже что? Не водит Аааа Это уже все И как правило 5 минут хороших День потом что? Не очень хороших Так появляется Средство расслабления А? План А тебе лишь бы план Он очень хорошая вещь Он или есть Или нет Появляется сигарета Появляется наркотик Появляется Этот Как его? Клей Появляется все что угодно В своей жизни Только что Что она не чувствовала? Боли Тяжести в животе Совершенно верно Боли На самом деле Боли Это боль Это больно Заметь Больно всем Они уже запарены сидеть А теперь смотри Что происходит Что происходит с сеструхой Как ты думаешь? Ну не очень Да Ей не очень Как ты думаешь? Где ее основная Сейчас жизненная сила? Переживания Неразрешенных с тобой Конфликтных ситуаций Где подруга в этот момент Которой ты ни разу не сказала Что благодаря ей Ты вообще что-то в этом жизни Начала понимать Что она единственная Кто тебя днем и ночью Слушала твой бред Про разных людей Из твоей прошлой жизни Она единственная А ты просто это подразумевала Как Ну так и надо Да А вот этот человек Который вообще тебе подарил жизнь Ну ты с детства что? Выслушиваешь Ну почему-то да Тебя меньше любят Чем ее И соответственно это И заметь Вы в одной упряжке все К моменту сегодняшнего дня Сегодняшнего дня Я бы весь зал просто обошел с этой верёгкой И всех в одну упряжку В одну У кого-то это бывший У кого-то это преподаватель У кого-то это учитель по йоге У кого-то начальник У кого-то подчиненное У кого кто? А? Вообще хватит Не хватит Я просто да Я не хватит Но заметь Ты очень рядышком подошел И чем ближе он подходит Тем больше ты что его? Это страх Это страх Не так страшна смерть Как разношления они И поэтому Чем ближе вот этот господин В нашу жизнь приходит Тем А заметь Иди сюда еще ближе Заметь Он подошел ко всей вашей компании И заметь К кому он первым подошел? Матерь Да, это первый человек В твоем списке должен быть Не бывший Не сеструха А она И заметь За кого ты сейчас больше всего начинаешь? Да Но страх Страх Он парализует всю твою что? Волю Он не дает вашим инстинктам Дойти опять в какую-то цель И вы начинаете опять что бег По замкнутому кругу Вот это вот называется Психоэмоциональные узлы Я вас научу их развязывать Тем более что Ничего в этом сложного нету Что бы у вас не болело Я просто на ваших потом заболеваниях Буду показывать Где вы тут застряли И как это вот так развязывается Очень легко Просто там чуть-чуть маленькие корректировки будут Между, например, зубами и глазами Весом, например, и онкологией Чуть-чуть Но принцип действия Тридцать три буквы Если вы язык освоили Вот этого внутреннего диалога Вы бог Или богиня Не важно какого рода Я буду каждый этот момент спрашивать Пока понятно чуть-чуть? Да, да Чуть-чуть понятно Чуть-чуть поближе Чуть-чуть поближе Чуть-чуть Здесь очень много не занятых Как называются Как это персонажи Итак, если вам понятно А помните, я говорю, что Есть два стимула в этой жизни Один подгоняет вас Второй что? Второй тянет Второй тянет На самом деле И тот и другой вас к цели двигают Просто вы в результате того Что вам кто-то 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 Что ты ноешь? Что ты длинный это? Закрой свой рот Улыбайся Жизнь любит активных Позитивных Сильных Внутри-то ничего с вами не произошло Вы такой как были Такая осталась Но заметьте С этого момента Вы стали в жизни что? Улыбаться Рано потому что В жизни прочитали книгу Дэл Карненко Потом он говорит Все время надо улыбаться Даже когда он Зубка вбивает Улыбаетесь Ну как бы Без зуба Даже еще симпатично У вас при этом Еще хочется потом Пожалеть Так вот Вы научились прятаться Мы научились прятаться Я научился прятаться Зачем? За Некой Блин Жадко Следующую маску принесу Одену Хрюша какой Счастливая Розово щелка То есть Внутри не важно Что у нас будет Главное внешне У нас все будет хорошо А внутри? Ну как? У 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 только фразы, которые вы повторяете за мной. Вы их пока не проживете. Можете говорить. Их надо прожить. Их действительно надо прожить. Каждый. Я еще тут могу пару-тройку детей твоих посадить. С рожденными, не с рожденными. Второй вид заболевания называется приобретенный. Ну вот это вот приобретенное. Но запомните. Первое, с чего надо делать исцеление, исцеление вашего любого недуга. Любого, неважно, ничем меня не удивите. Еще раз говорю. Первое. Нужно найти возраст появления. Вы всегда будете знать. Если ты сама не помнишь, можешь спросить у кого? У кого-то, да? Когда эта зараза в вашей жизни появилась? Ну если у вас память вдруг что-то не то. Второе. Вы должны четко понимать, кто эти люди, которые были в том моменте. Второе. Понятно? Там одна и та же структура будет. Не меняйте главные пункты, и все будет хорошо. Третье. Третье, что нужно сделать. Нужно спросить. Если в моей жизни было кто на тот момент? Сестра. Сестра. Спросите себе честно. Что я конкретно к этому человеку что? Чувствовала. Что я чувствовала к этому и к этому человеку во сколько? В семь лет? В тринадцать лет? В пятнадцать? В двадцать лет? Насколько я была с ней что? Честна, искренне, открытна. Спросили себя? Это третий пункт. Что я чувствовала к этому человеку? Четвертый пункт. Какой? Что еще? Нет. Четвертый пункт очень простой. Как я эти чувства к ней что? Выражаю. Выражаю. И честность ответит. Как? Никак. Никак. Или там на семьдесят два процента. Или там на четырнадцать процентов тринадцать с половиной. По чесноку. Да-да-да-да-да. Только громко. Простите, если я чувства к сестре младше выражала действие, я их била. Какое именно ты чувства выражала? Вот, например, ревность два удара бляхой по жопе. Зависть три удара. Тапком по жопе если развернуть тяжелым каблуком это будет ненависть. Если мягким это скорее всего будет зависть. У вас язык был с ней договоренности? Мы были маленькие. Я был язык был договоренности? И сеструха когда я тебя уплю вот этим концом тапка это зависть. Вот этим ревность. Табуреткой злоба у меня не было. не было. Это думь солнышка. Совершенно верно. Но заметь, какие именно чувства ты не чувствовал? Там же будет микс очень интересный. И позитивный, и не очень. Понимаешь? Благодаря вот этим чувствам, заметь, благодаря ты начал что-то в этой жизни понимать. Как мастера говорят на Востоке, только разбитое сердце может любить. Понимаешь? И благодаря тому, что ты думала, что ее может кто-то любить, а тебя нет. Я не знаю, что там в голове у тебя или сердце было. Но благодаря этому, заметь, благодаря негативу, который ты к ней испытывала, ты начал развиваться. Чуть-чуть. Но благодарность ты ей что? Зажала. Точно зажала. Не выражала. Поэтому появились на твоих. Да, но сейчас я выражаю и во мне сидит комплекс вины. Мне кажется, стой, стой. А ты, а, солнышко, заметь, на тот момент у тебя кто-то сестра была? Нет. Умничка. Так вот, отследи, пожалуйста. Заметь, ты можешь со всеми уже четко, якобы, решить. Вот тут узел убрали, тут убрали, тут убрали. Танцевать все равно станешь, что? Не возьму. Ты на велосипеде ездила хоть раз? Да, было. Ну, было? Один раз. Ну, представляете, велосипед как виталлическая конструкция, седло, то есть рама, колесо переднее, заднее. Так вот, скажи, пожалуйста, вот если у тебя 14 палок в колесе, как ты ездить будешь? Никак. А? Не очень, да? А если мы 13 вынимем? Тоже. Ну, эффекта нет. Умничка. Ну, и ужас, а то можно это. Он легче сам по себе становится, можно носить. Так вот. Нормально себе? Нет. А вы что думали? Тут специально сядем? Вы сейчас должны провариться в определенной каше. Итак, четвертый у нас какой очень интересный пункт был? Как я выражала чувства на тот момент, на тот момент? Так? Так и напиши. Ставком по жопе. Все ясно, понятно. Но это никак. А? Игнорировала ее. Это никак. Это как-то есть никак. Да. Ты меня любишь? Да. И я тебя люблю. Но ты об этом никогда не узнаешь. Знает. Сейчас знает. Расскажу. Расскажу. Ты просто наперед. Аннушка, я просил астросанцев не пускать в студию, чтобы не считывали ближайшее будущее. Не сканируй. Не сканируй на ближайшие 15 минут. Пока понятно? Да. Четыре пальца. Четыре пальца. Первое. Когда появилась болезнь. Второе. Кто были добрые, зывчивые люди вокруг меня? Включая кого? Меня. Включая себя. Умничка. Третий пункт. Что я конкретно к этим персонажам что? Чувствовала. 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 Вы всегда чувствуете. Вы всегда чувствуете или вот отсюда, или вот отсюда. Вы всегда 24 часа это чувствуете. Даже сейчас. Кто-то чувствует сомневое зевое. Чего ты сферен, малыш? Пошел. Жену послушал. Черт. Дебилы тут все. Я давно сейчас с пивком, давно уже посмотрел, но все нормально. Кто чувствует усталость, кто-то лень, кто-то уже это знает, он говорит, давай, 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 быстрее, нетерпеливость. Но вы всегда чувствуете, всегда. Кто-то чувствует жару, но кто-то сейчас кутается, одновременно холод. Заметьте абсолютно одно помещение, два разных абсолютно состояния. и вы чувствуете этих чувств. Во! Но чем больше вы это проглатываете, тем больше что? Запор. Правильно. Тем больше запор, соответственно. Нормально сидеть? Олег, тебе нормально сидеть, девчонка? Вот Олегу нормально сидеть. Девчонкам вот что-то напрямо. Вот Олегу во всех классно. Поэтому, вот ты сейчас что чувствуешь? Да, вот микрофон. Выражай. Как это будет? Спокойно. А? Кто там на пульте? А ты говори, а я вот сомневаюсь. Микрофон и батарея. Лоу батареи. Так и пишут. Выражай. Олега, что ты чувствуешь? Спокойствие. Тепло. Еще. Ну еще. Давай, давай, давай. Не чувствуешь? Девчонки, нравится это? Смех, ты молчишь. Симпатию чувствуешь? Или наоборот, можешь убежать от них? Сразу. Симпатию чувствуешь? Что еще? Не, 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 Олежа. То, что ты показываешь, это... Я понимаю, тебе комфортно, девчонки, тепло, чувствуешь? Чувствую? Чувствую прям, вот, словами не могу говорить, упругость. Что это за чувство? Это больше позитивное чувство, или не очень? Сейчас мы уже... Вы каждый испытываете эти состояния. Но если бы я сюда вместо вот четверых посадил одного бомжа, который месяца уже полтора не мылся, и с интересным набором, как бы, вот, ракетных ароматов, да, то как бы вы себя чувствовали? Еще хреново, мне кажется. Вы бы чувствовали себя очень хреново. Но тот человек, который бы улыбался, потому что Дима сказал улыбаться, и тот человек, который бы раздражение очень сильно испытывал, именно раздражение, сидя возле бомжа, ну, надо же улыбаться, все на меня смотрят, нас снимает камера скрытая. В эту самую секунду чувство раздражения возникает. Раздражение на саму себя, что я тут сижу, какого хрена тут делают. Раздражение на этого человека, который просто не соблюдает какие-то правила, нормы, этикета, т.д. и т.п. Раздражение на меня, потому что быстрее бы все закончилось, как долго тянется это время вообще. Но заметьте, улыбка что? И в этот момент вы проглатываете какое чувство? Умничка, раздражение. Мгновенно следующая реакция. Язвы, герпес, чесотка, вот до этого. Внутреннее раздражение на желудке как проявляется? Язвы, гастрит, да. Например, а внешнее? Раздражение, например, глаза, как называется? Конъюнктивит. Раздражение гайморовых пазух, как называется? Гайморит. Раздражение, он говорит, как называется? Вот, вот, все вы прекрасно знаете. Гайморовые тоже раздражаются. Да, да, да. Просто раздражение, раздражение есть конкретно на кого-то. Есть конкретно на... Нет, я про это и говорю, что есть действительно раздражение на конкретного человека. Да. Я выражаю это свое раздражение. Тут не просто... Я расскажу. Вычерк наперед. Пока понятно? Четвертый палец, что означает? Никак. Идет бомж, которого мы унюхаемся, но делаем меньше умное лицо. Соответственно, как выражаем чувство в окружающей нас среду? Никак. Никак. А если он не раздражает? Ну, просто воняет, не раздражает. Просто воняет. Просто воняет. Это значит, что... А, проблема с вас. А, да? Значит, что я... Да. Дим, а может, вопрос... Быстренько, вопрос по теме. Пока по теме. По теме. На четвертом пункте мы остановились. Да, именно по четвертому пункту. Если ты понимаешь, что выражать свои чувства бесполезно, от них ничего не изменится. Я объясню. Ну, выражаю я на этого бомжа, он все равно будет тут сидеть. Нет. Бомж-то это его, заметьте, право тут сидеть. Как и где удобно. Заметь. Ты чувствуешь... Я должна выражать, но он все равно тут останется сидеть. Я уже готов. Смотри. Ты чувствуешь отрицательное чувство? Ну да. Вот бомж. Вот отрицательное чувство, которое рождается... Негативное чувство, которое рождается от взаимокоммуникации с баблом. Какое? Раздражение, которое тебе что? Выталкивает куда-то. Понимаешь? Но если ты не встанешь и ничего не будешь делать, вот тогда это накапливается. Понимаешь? Любая активность, любая... Вы не поняли. Вот я понимаю умом, да, вот раздражение это накапливается. Но я умом понимаю, что если я буду выражать его, то ничего не изменится. Мой вопрос, как ты это понимаешь? Мой вопрос, не как ты это понимаешь? Что лично конкретно ты делаешь? А как глушу? Ну, глушу в себе все, сознательно. А я про что тебе говорю? Сознательно все в себе глушу. Потому что понимаешь, что ничего не изменится. Что, нельзя встать от бомжа и уйти? Что значит ничего не изменится? Я тебе стопроцентный факт говорю. Заходит в метро человек, как говорят громкоговорители, плохо пахнущая, пачкающая одежду. Вот зашел такой человек в вагон и смотрю... Нет, было не так. Я в вагон захожу, полвагона смотрю, никого нету, а потом далися. Я думаю, э, вот оно, карма хорошая, место сейчас, и сажусь. И замечаю, что около сорока пар глаз на меня он так вот смотрит. Жду. Сейчас таковое представление будет. Я такой... А я не... Что же это так? Чего они не садятся? Дебилы. Один умный человек в вагоне это я. И вот он, я сейчас... Вот она у меня... Ну как умному место, конечно, уже полвагона. Сейчас пик. Я начинаю понимать. А кто-то после пятницы наблевал. И я, зараза, уже... И я не понял, почему эти сорок пар глаз улыбаются. Ну конечно, они меня знали. Вот он я, я, вот он я. А они-то улыбаются, потому что ты влез в это дернище. То-то просто наблевал, и наблевал прям, я не знаю, что они ели, только умер в собаку. И ты в этот момент, что ты делаешь? Встаешь и уходишь. Вот. Встаю и ухожу. Это называется совершенное действие. Но если в этот момент я делаю, как ты говоришь, мне пофигу. Вон такая, что глаза снизятся. Но это не по тому, что я плаксивый человек, и мне жалко съеденную собаку вот это. Просто что-то недопереварилось у кого-то. И те кислоты, которые, они действительно раздражают слизистую. Это раздражает. Вот он. Да. А если боишься обидеть человека? А еще как бы? Да, пожалуйста. Нет. Если вы боитесь обидеть человека, вы делаете всегда вот так. Но в этот момент то раздражение это энергия. Вас смущает просто название слов. Раздражение, обида, злоба. Для вас это просто некая аббревиатура, которая ничего не значит. Но я это рассматриваю как двигатель. Этот вас толкает, а этот тянет. Если вы просто думаете, что раздражение это раздражение, и надо чувствовать только любовь. Я вам говорю, нет. В эту самую секунду вы прячетесь за вот этим, за вот этим, у вас начинают накапливаться действительно ни слова раздражения, раздражения, раздражения. Нет. Определенный спектр, длина, частота волны, энергия очень по своей силе разрушительная. Это как можно ездить в метро, а можно встать и как бы вот на вас энергия метро идет, вагона, то есть на рельсах. А вы говорите, дайте мне пофигу, сейчас устаю. Нет, просто так и вас нету. Вот точно так же на любом виде энергии можно доехать до конечной цели, до здоровья. Что нужно сделать? Не сопротивляться ни вот этому виду энергии, ни вот этому виду энергии. Пятый пункт гласит о том, что нужно тех людей, которые были на момент возникновения проблемы, отпустить. Нужно наконец-таки вот допустим начнем с сестры. Начнем с сестры. Опа, стряпнулись. А вы что, играли уже выгодки? Что это? Нужно просто узел. Ты спрашиваешь, смотри, не разговаривайте сейчас. Нужно просто этот узел раз и убрать. Как? Пятый пункт говорит о том, что к тем людям, которых я испытывала благодарность, любовь, радость, которые меня воодушевляли своим примером, вдохновляли своим примером, грубо говоря, вы испытывали позитивные чувства. Этих людей что нужно сделать? Какая ты умничка. И тогда вы в метро, вы едете туда на ту остановку, которая вам нужна. Поблагодарить. Вы тогда развязываете вот этот вот психоэмоциональный или как кто-то говорил, кармический узел. Это одно и то же. Душевные узлы или психологические блоки и все современное. Или родовые какие-то непро... Вот оно. Это очень простые вещи. На примере, говорю, пяти пальцев я это показываю. К тем, которым вы испытывали позитив, поблагодарите, пожалуйста, этих людей от всего сердца. И чем ближе уровень родства, тем больше, соответственно, вы им что должны? Выразить эту благодарность. Выразить эту благодарность. И все те позитивные чувства, которые вас этим что? Переполняли. Только тогда? Только тогда. Ну, с благодарностью тут все просто и с позитивом. Нас больше всего волнует наше разражение к бомжу любимому. Сестре, к маме, к папе, к кому бы то ни было. Это тоже энергия. Только это, извини меня, если тянет вас за руку, как в танце, да, партнер ваш, он там, и вы танцуете, вы на доверии просто легко очень. Вот эта энергия, она такая, больно, чая. она действительно вас заставляет, вынуждает, толкает что-то делать. Так или иначе, в любом случае, в любом случае, благодаря мне вот этой нехорошей энергии, кого-то бьют, кого-то ревнуют, кого-то насилуют в детстве, но так или иначе из вас лепят личность. Смелую, дерзкую, сильную, уверенную, может быть, самую уверенную, но личность. Но вы, в результате того, что вы в этот момент были сильные, псевдо, вы улыбались, вы это, вы лицо держали, вам бьют, а вы, да, мне не больно. боялись выражать, умничка, это одно и то же. Вот благодаря этому, что вы не выражали, у вас очень много накопительного эффекта, очень много образовалось. И вы, вы, вот, а, вы, конечно, я ее приглашаю на куда? На, на, на какой? на романтический вечер. С продолжением так, соответственно, там, и она приходит ко мне со всеми своими. Что? Вы тоже хотите? А, вы тоже хотите? Со всеми своими. Но, заметьте, это сейчас так образно, как будто смешно, хорошо. Тело, тело, все узлы приняются вот здесь, вот здесь. Потом они распределяются действительно узлами, блоками, вот, зажимами. Вот он, смотри, позвоночник. Это легкий рак, как бы. И, заметь, правая лопатка, правая лопатка, левым полушарием, соответственно, что? Мужчины, соответственно, еще тут отец должен сидеть, с которым она на подростковых своих годах почему-то, что? Не договорились, да. В результате этого отсюда узел ушел сюда. Опа, остался. Зажал их грудную клетку. Это сколиозы, это все ваши больные позвоночники. Вы помните, любой узел отсюда, это вот он здесь, он распределяется. Есть очень много таких. Так вот, общая схема понятна? А я ее не закончил. А, Не решаю просто. А, правильно. Вот. Кто сказал тебе присесть? Умничка. Вот прям хороший, замечательный пример. Меня не видела, да? Да. А что ты чувствовала при этом? Я все время тут-тук, тут-тук. Я сложно воспринимать. Вот. Умничка. И при этом сложно воспринимать, а чувство, какое рождается? Раздражение. Меня или его? Его. Что она сделала? Выразила. Она просто. Как она сказала? Господи, смертя, пожалуйста. Пожалуйста, все четко, ясно, понятно. В результате этого у нее перестало накапливаться что? Раздражение. Раздражение. Запомните, все энергии хороши. Все энергии хороши. Вот микрофон. Сколько он весит? Грамм 400. На, возьми его. Вот так его вытяну, вытяну руку. Ты у нас будешь как статуя свободы. Мне не мешает. Вот так сейчас балансируют. На цыпочках, как ты стоишь, с микрофоном в руке. Сколько микрофон весит? 450. Грамм 400. Грамм 400. Так вот. В микрофон что можно делать? Плюнуть можно. Что еще? Петь можно. Можно говорить красивые речи, можно читать лекции про здоровье, про астральные миры, про что угодно. А можно что делать? Не по назначению. Не по назначению. Кому-нибудь в глаз ударить, кому-то еще. Так вот смотри, чем больше ты микрофон держишь, тем он что? Становит тяжелее. Не важно, что вы им делаете. Позитивная вещь или негативная. Вообще не важно. Так вот 15 минут, 20 минут, полчаса, час, микрофон держать комфортно. Нормально. Что бы вы ни говорили, но тот, кто годами держит, тот, что накапливает? хроническую усталость, раздражение, хроническую обиду. Все энергии хороши. Это хороша тем, что вас толкает. Это хороша тем, что что? Тянет. Но запомните на всю жизнь. 15 минут, полчаса раздражаться, злиться, ненавидеть. Это норма. Имейте право. Имейте право загореться, добежать, взорваться, разорвать кому-нибудь, достигнуть, достичь, то есть пролететь. Все, что угодно. Все, что угодно. Они для этого энергии созданы. Господом Богом. Только, о, как это. Все нормально. Да, раз, раз. Кто там балуется? Вот. Это нормально. Но если вы в себе, это начинает, держать больше, какой бы вид энергии вы не держали, или тянущей, или толкающей, оно вас начинает разрывать. Это называется на нашем сегодняшнем языке что? Болезнь. Букет заболевает. Это уже букет. То была одиночная у нас роза, а сейчас это уже клумба. Букет. Поэтому, все, что нужно сделать, это по заболеваниям сейчас. Первое, определить. С какого момента? Вы всегда четко вспомните дату. Я не верю, что вы этим болели всю жизнь. Такого нету заболевания. так открыто тоже. Скажи это тем, кто сидит вон в одеяле запутал. Да бог с ним, с окнами, с потем, да все вместе. с окнами. А вы раздражаете, что вам жарко? Да. Потому что, потому что, я думаю, простифуем. Ваши классы есть. Правильно. Правильно. Надо практиковать сразу. Но заметьте сразу себе, напряженного человека всегда будет раздражать что? Всего. А расслабленного? Ничего. Ничего. Поэтому вам нужно следить, кто у вас по жизни. Что? Напрягает. Напрягает. Это напряжение, это самая крутая болезнь, которую можно только себе придумать. Вот если на нее сейчас Андрюха залезет, даже если он будет самим рождением, ее хватит ненадолго. Сначала она будет улыбаться, потому что она будет думать, что мне так надо. Потом она думает, ну и бог с ним привыкну, выработается от привычек. Она, заметьте, тело уже начнет. Что у нее? Сладится. Она начнет просто это финты. Поэтому. И что бы я и не говорил в этом состоянии, про любовь, стихи, Ломоносов, Некрасова, законы, Исаак Ньютона, что угодно, ее мыслово, что будут? Бесить. Точно бесить? А я же про любовь. Умничка. Умничка. А если я пошлю к нам подальше, что ее будет? То же самое. То же самое. Один к одному. Поэтому, поэтому, если вас начинает в жизни бесить, раздражать, выводить из себя, из равновесия, из гармонии, разные мелочи, это говорит только об одном, что у вас что-то уже сильно, что вы, этот микрофон, передержали. И не важно, что этот микрофон вам говорят. Вы уже передержали микрофон. Отследите, пожалуйста, что. Ага. Что и кому вы не это. Ваша болезнь строится на одной вещи. Глупость. Неискренность. Терене искренность. Посмотрите, пожалуйста, перед кем вы конкретно, что? До сих пор еще, что? Неискренно. Перед кем вы что-то задолжали. Зажали внутри. И оно почему-то все время, вы йогой занимаетесь. Йога, она вас немножко расслабит, конечно, по чуть-чуть под это. Потом будете спать на коврике с гвоздями. Это снимает симптомы, но не снимает причинный уровень. Причинный уровень, как Кузьма Прутков говорил, зри куда? Корень. 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 Корень – это момент возникновения ваших проблем. Так можно решать проблемы с деньгами, со здоровьем, с личной жизнью. Да вообще с чем угодно. Вообще с чем угодно. Но заметьте, узел развязал я ей, а полегчало обоим. 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 Если вас связка держит, например, мать-дочь, принцип действия один и тот же. Если ты до сих пор с бывшим, не это. Например, гинекология, да, у женщин, всегда будет привязана к определенному периоду вашей жизни. А я спрошу, я спрошу, кем ты должна была быть для этого человека? Кем? Для бывшего? Бывшего. Мамой. Женой. А кем была? Зачем вступила в отношения? Хочешь сказать, что там великая любовь у тебя была? Ну, тогда казалось. Ага. А спустя какое-то время? До сих пор? Вот. Любовь это была. Поэтому, поэтому... Да, взрывай просто мне так. Поэтому, поэтому... Многие из нас вступают в отношения не совсем по тем чувствам, а по гормонам. Это немножко разные вещи. Гормон и я. Ну, сейчас другое дело. Ну, сейчас по другое дело. Сейчас и по животу будет по нему другое совершенно дело. Но! Есть ли у вас узел до сих пор с вашим, как я говорю, бывшим, который вы просто, ну, использовали? В результате этого вы на него что? Обиделся. Ну, я не обиделась. Что он обиделся? А ты что от него сюда ушла? Ну, разлюбила. Ну, что? А тебе говорят, нет, будешь моя. Дерг за эту веревку. Извини, я. Да. Все. Вот. В результате этого... Ну, не сказала честно. Да, солнышко, заметь. Дергают. А он что? А он шевелится. А он шевелится. Живой сейчас рада. Разлюбил еще верится. Он чувствует приправа. Он живой, да. И шатерку доставляет. Что он один на секунду. Удовлетворение, да. Так вот, если у вас вот это вот связующее нить есть, она у женщин все время по гинекологии любит. Поэтому, если кто-то вопрос пришел задать сегодня по гинекологии, сразу же смотрите. Бывшая тире настоящая. Любые неискренние взаимоотношения, любые неискренние взаимоотношения между мужчиной и женщиной всегда очень сильно лупят по очень интересным местам. Поэтому, поэтому очень простая система. Мужчин почему лупят? Да, по уровню. Мужчин? А как ты, родненький, это думаешь? Вот она тебе смс-ку прислала, заметь, что делает? Ммс-ку с другими. Смотри, 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 как нам... Что ты чувствуешь, Олега? А он ведь красивый. Что ты чувствуешь? Стоп. Что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Смотри, мы с Глатиа шлям. Вау. Ничего. Вот сейчас ты врешь. А зачем ты мне каждый тогда день пишешь, что есть куск, блин? Заживал бы под танком, вот, сто процентов. Бывшую. Мне жена шлёт, ну, шлёт. Тебе нравится? Она мне шлёт, я ей шлю ответ. То есть она вся взаимовартерна. Не ври, не ври, Олега, перечитай смс-ку. Так вот, мы тебе что шлём? Интересную фотографию? Моевность, может быть. А ты нам шлёшь? А ты нам что шлёшь? Ну, я ж знаю, что она специально это делает. А он шлёшь. А он что? Красивый. Ой, вы какие красивые. Заметь, чувствует одно. А при этом что? Я сильный, мне пофиг. В этот момент что он начинает, как ты думаешь? Обида. Это хорошо, если обида. Но это уже не обида. Это уже конкретное пожелание тебе смерти. И мне. Как ты думаешь, у мужчин к бывшим, где накапливается? Это и есть. Мочеполовая система. Мгновенно. У тех, у кого проблемы с простатой, с потенцией, кто часто бегает, кто не может, кто быстро отстреливается из улемётов. Бывает, сырье, соревнования, и это означает только одно. Надо быстренько пересмотреть, кого отношения к бывшим. Кем ты должен был быть для неё? Кем? Мужем. Но он вовремя не сделал предложение. Он был мужем. Всё нормально было. А кем был? Никем. Поэтому вы говорите всегда, я буду, я буду, я буду. Как только вам дают роль, вы начинаете спрыгивать. В результате этого... Куда ты пошла? Я хорошо. Вот. В результате этого накапливаются вот эти узлы. И чем больше узлов, тем они должны, обязаны где-то по телу распределиться. Поэтому, поэтому, мой вопрос очень простой. Вам понятен смысл мною сказанному? Сразу же, если вы хотите быстренько излечиться, найдите этих людей. Спросите себе честно, кем я должна была быть для них? Кем? Дочкой, сестрой, женой, любящей, любимой, там, кем угодно. Матерью, там, бизнес-ответственным работником, подчинённой. Кем я ему была? Или кем я ей была? Олег честно сказал, никем. Соответственно, вы применяли искренность или неискренность по отношению к нему? Неискренность. В результате этого... Сейчас. Сейчас. В результате этого с вами начали происходить какие-то метаморфозы. Я протеял сейчас. Система проста. За каждую букву несу ответственность. Поэтому, поэтому. Чуть-чуть попрактикуйте, и вы увидите. Это общая схема была. Теперь рассмотрим... Получается, когда... Только ты встань чуть громче тогда. Артём. Артём. Когда узел развязывается, смерть отодвигается. Совершенно верно. Только не сама смерть. Страх. Страх смерти. И вы начинаете уже не просто не бояться за родных. Наоборот. У вас стопроцентная появляется уверенность, что всё будет что? Хорошо. Хорошо. Вы не знаете, когда это произойдёт. Это факт. Но постоянно жить в страхе, что это произойдёт. Это ад. Вот это ад. И как только узлы развязываются, страх уходит. Страх уходит. И страх, заметь, это тот паразит, который мешает тебе быть самим собой. С кем? Со всеми. Искренней. Или искренним в твоём случае. Чем больше страха, тем ты больше должна что? Ты должен что? Обманывать. Обманывать. Быть не самой. Не самим собой. Ты должен быть всё время кем-то. Играть в какие-то игры. Понимаешь? И чем больше неискренности, тем больше проблем. На всех уровнях. Физиология. Психология. Материальный план. Я про деньги. Смысл жизни. Не напрочь. Карьера. Отсутствие. То есть там всё. Полностью целый снежный ком. Пришла беда называется. Открывай врата. Дёргаешь вроде за один шнурок. И глядишь. Тык-тык-тык. А при развязывании этих узлов смысла жизни, вот если вот я его не понимал, он не понравится? Чем заметить? Вот какой смысл жизни, если ты сейчас вот здесь стоишь, а это мои гончие псы. Действительно у меня четыре гонщика собаки. Охотничьи псы. И я говорю, фас. Они с тобой бегут. Какой сейчас прямо сейчас у тебя что? Какая главец случайно себя повезет? Быстрее на тебя. Страх. Страх и инстинкт самосохранения. А ты когда бегаешь тут по кругу от собак, я говорю, в чём же свой смысл жизни? А цели какие у тебя? А долгосрочные? Вообще зачем ты живёшь? В этот момент ты что думаешь? От собак как я думаю. Да, ты думаешь. Заметь, ты не думаешь больше вообще ни о чём. Страх доминирующая эмоция. Чем больше страха в вашей жизни, тем меньше вы вообще соображаете адекватно. Вы убегаете от своры гонщик-псов, которые за вами просто. Поэтому чем дальше страх, тем дальше страх, тем вы яснее видите целостную картинку этой жизни. Тем вы чётче начинаете разуметь, понимать, где, когда, конкретно. И вы просто начинаете на интуитивном уровне делать то, что даже вы не догадались бы логически. Но это когда за вами никто не гонится. Соответственно, когда вы развязываете узлы, он становится всё дальше, дальше и дальше. Узлов становится меньше, меньше и меньше. И вы скользите по этой жизни легко и ненапряжно. Нигде не умудрившись, не накосячить. Все вам завидуют, а вам нехорошо и неплохо, потому что единственное, что вас толкает, это чистой воды. Чистой воды. Вот это ничем не перепутать. Когда ты начинаешь наполнять, внутри такое состояние, как будто ты рыба, а он закинул спиннинг и тебя к себе тянет. И ты чем больше барахтаешься, тем тебя больнее изнутри вырывают всё с мясом, с кровью. Просто расслабься, и ты скользишь вообще как метеор по жизни. Но чем больше ты начинаешь играть в игру, поэтому кто-то в этой жизни, тем больше начинают заблуждения происходить. Поэтому, поэтому, можно бывших отпустить. Что надо прощения попросить? Объясняю, как. Во-первых, первое, первое. Прощение слова, оно не отражает глубину. Мне проще слово вам сказать покаяние. Пока я, пока я, не, что? Не я. Пока я, та, которая должна была быть с ним. Не была с собой, мне нужно что? Покаяние. Понятно? Прошу тебя прощения, бывший, за то, что я тебя поимела. Прости, пожалуйста. Я на тот момент действительно думал, что я тебя люблю. Но только сейчас я понял, что я эгоистка. Я просто пример. Ты хорошая, ты улыбаешься. Прости меня, пожалуйста, за мой эгоизм, за мою глупость. Я действительно, блин, влезла туда, о чем вообще ни малейшего понятия не имела. Я просто чувствовал с тобой некий комфорт, т.д. и т.п. Прости, пожалуйста, за мою неискренность. Здесь, здесь и здесь. Я тебя на самом деле очень что? Благодарна. Не люблю. Благодарна. Благодаря тебе я почувствовала себя, может быть, женщиной. Безопасностью. Благодаря тебе я испытала первую дню в жизни свою женскую радость. Вот. В любом случае, вы найдете, за что этого человека... Спасибо тебе. Ты единственный, кто мне предложил у тебя пожить год бесплатно. Это факт. Смеетесь, но это факт. Спасибо тебе. Знаю просто, что где-то есть, когда ты стал близок, родным, и говорит, ну это такое уже, вот таково, как пойдет. Там, как только вы начнете просто куролесить, у вас само оно пойдет, поднимется вот все это. Но как только вы развяжете, глядишь, зрения в цепи стало меньше, полетело. Всегда рекомендую начинать развязывать узлы с самого начала. Чем больше развязали, тем дальше вон тот персонаж в нашей жизни стал. И вы почувствуете, что вы, вы всегда легко двигаетесь. Вообще легко. Никого не тяня за собой. Ни в туалет, ни на дискотеку, ни в секс, ни в магазин, ни под венец. Вы сами. Просто сами. Поэтому первое, сейчас спросите, что у меня была с ним неискренна, конкретно? Только не после того, как я от него убежал. Нет. А до того, как начало с ним встречаться. Где я его использовал в своих каких-то интересах. Просто вот мне надо было и все. Может, вы кому-то что-то доказывали. Может, вы в кого-то убегали, и вам нужно было срочно. А давай ты сзади стой, там, бежим, ну ты, то есть. Не бойся, собак, они не кусаются. Ну вот, ты просто сзади, постой. Кто что доказывает. Кто что. Спасибо, Том. Что-то вы хотите спросить, да. Юра. Юра. Простой вопрос. Давай. Если люди в упряжке, их с нами уже нет, что, какие нюансы выяснили? Если живых, живых нету, или в твоей жизни нету? Живых нету, нету. Если их нету в жизни. Или найти не можешь, или ну просто. Нет, ну все-таки. Запоминай. Живых нету. Да, запоминайте. Узлы, узлы хранятся здесь. Есть человек живых, или его уже давно и давно живых нету. На качество узла и количество узлов это не влияет. Они как были, так и остались. Это психоэмоциональная завязка. Это действительно спайки. Они, если под микроскопом действительно мозг нейронный посмотреть, они как будто бы слиплись. Они с густком образованы. И это с густком, с густком, он где-то должен быть в каком-то заболевании это. Поэтому, они есть. Они есть. Пусть не в этом пространстве времени, но они существуют. Это факт. Начни такое же покаяние делать на письме. На листе бумаги. Начни жизнь с чего? Чистого листа. Совершенно верно. Поговори с этими людьми от чистого сердца. Но ты, заметь, сказал про какого-то конкретного человека? Я задал простой вопрос. А, если понят. Всегда такие люди будут. Отследите. Да, письма потом сжигать. Потом сжигать. Спроси мне еще проще вопрос. Сколько писать? Пока не отвечает. Умничка. Молодец. Пока действительно в вас не выйдет. Это как в туалете. Что не крепче, когда готовился. Частота была очень интересна у меня. Но пока вот не подготовился к лекции. Поэтому у кого-то за раз получается. У кого-то за пять. У кого-то будет полгода. Это нормально. Это нормально. Все зависит от количества и качества. Если вы количество переплавите в качество, крик души. Я поэтому говорю, вы не письмом пишете, а вы будете крик души туда заправлять. Это действительно не письмо бывшему. «Эй, ты ему давай побегу». Нет. Это прям действительно взять ответственность за свою безответственность перед конкретно когда-то к с кем-то. И это единственное условие вашего здоровья. Больше нет. Взять каждого теперь из вас на каком-то конкретном... Ну что, отпускаем родственников? Конечно. Точно отпускаем. Конечно, свободно. Поняла, что с нами. Ну, Олегу-то нравится. Мы уже отпустили. Мы уже написали. Да. Теперь... Вот. И какие бы у вас узлы не были, они развязываются. Раз и нет. И остаетесь только вы, господин властилин своей жизни. И вы скользите, как кольцо, без узлов. В данном случае я говорю про ваши заболевания. А теперь я вам обещал, что на какой-то конкретике, на какой-то конкретике, я даже сегодня подготовился, у нас интернет-опрос был. Олег, ты садись на место, и я туда... Я уж тоже могу, или я стою еще? Ну, потому что у нас рождение. У нас рождение прошлое слабенькое было. Я пить хочу. Я вам пить хочу. Можно я пить? А ты какая хитренькая. Итак, у нас интересный список вылистовался. Да, ну давай еще, я потом скажу. Быстренько. Кто там хотел? Летко. Только на, тогда микрофон, если хочешь. Про бомжа. Что происходит опять с этим? Что? Ну, постучи там, чтобы он работал. Наверное, работает, да? Да. А вопрос такой, что мы сейчас о прошлом говорим, а если говорить еще о настоящем, то как показывается раздражение? Ну, потому что, мне кажется, этот вопрос у всех тоже есть. Да, но мне надо понимать. Это всегда неприлично там. Я же готов ответить, а ты заметь, ты опять хочешь. Смотрите, как красиво улыбаешься. У меня красивый вопрос, я его до конца... Есть вопросы, которые я понимаю, ты встал, я уже знаю, что хочешь сказать. Говорить дальше можно. А есть, то я буду говорить, а еще что, 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 то есть дополняем. Ты сейчас про конкретику говори. Я просто не люблю абстракцию. Как метика, это именно чувство раздражения. Как его показывают? Кто в этом зале тебя раздражает? Кроме меня. А зачем ты тогда раздражение говоришь? Ты же в голове, наверное, на свое какое-то кино смотрела. В твоем кино тебя действительно кто-то раздражает. Ну, подними мне, пожалуйста, человека с зала, который твое кино видит. Хорошо, на работе меня раздражает там один человек. Вот. Вот один человек на твоей работе. Правильно? Да. Вот ты, который раздражаешься на этого человека. Кто это? Начальник, подчиненный, коллега? Пускай будет начальник. Не пускай будет. Я говорю, конкретно. Если вы хотите, вы же не так, что пришли к врачу в больницу. Ну, мне что-нибудь там, это, полечите. Акулит говорит, хорошо. Хорошо. Сейчас мы вас проверим. Деньги не было. Понимаете? Пойми, пожалуйста, начинается с конкретной вещи. Вес там еще. Поэтому, если тебя кто-то раздражает, раздражает на работе. Кто? Начальник? Это один тип людей, которым ты должна чувствовать уважение. Понимаешь? Подчиненные? Ты должна чувствовать с ними никакого понембратства, а ответственность за них. Понимаешь? Равный коллега. Ну, я же говорю, начальник, подчиненный или коллега? Коллега. Коллега. Чем раздражает? Пукает на работе. Что? Опаздывает, буквой приходит. Что? Интригами. Коллега тоже здесь. Мы уже нашли, видимо. Коллега тоже здесь. Коллега тоже здесь. И тем, что про тебя говорит хорошая или нехорошая вещь, да? Этим он что-то раздражает. Нет. Я просто испытаю исполнить пример такой конкретный. Я честно не могу. Ну, да, вот. Он не раздражает. Допустим, он обсуждает твою личную жизнь. И где ты была, и во сколько ты пришла, с кем. Допустим. Так вот, если ты испытываешь раздражение, что все шушукаются и они многозначно на тебя смотрят, ты подойди к этому коллеге и скажи. Дорогой Степан, ты меня прости, пожалуйста. Давайте я конкретизирую, что я обычно работаю в крупных компаниях, и это интриги именно подставлять друг друга. Ну вот так люди работают. А я, наоборот, пытаюсь как бы никогда в них не участвовать. И получается, что, ну, как бы, ситуация заставляет с ними разговаривать на их же... Допустим, он зовут Степан. Допустим. Так и говорит. Дорогой Степан, ты меня прости, пожалуйста, но я в твои игры играть не буду. Все, что ты хочешь, сделай, но без меня. Или не при мне. Я это делала. Как ты делала? Ну, я даже до того, что я этого Степана приглашала к нашему же начальнику и говорила, он играет в эти игры, я в них играть не буду. Если... Ну вот, ты выражаешь совершенное действие. Е2, Е4. Ты правильно все делаешь. Поэтому в результате этого у тебя не накапливается. Помнишь, зашел бомж, ты встала, вышла. Ты же не говоришь, бомж, ты прости, я чувствую у тебя раздражение. Вон, никуда не ушла. Ты благодаря Степану совершенствуешь свой механизм, но обработки информации в этом мире. Но эти люди, они так жили, они вдруг не меняются. Да, солнышко, благодаря Степану ты взрослеешь. Ты мудреешь. Ты человечком становишься. Потому что ты видишь, кто-то делает подлость, ты говоришь, упа, вот это мне точно не нравится. И ты уже благодарна Степану, что он вместо тебя это сделал, тебе это делать не надо. Он как глупец попадает на свои грабли, а ты просто кино со стороны смотришь. В любом случае, ты на какое-то то есть движение сориентирована. Ну и ты делаешь шаг за шагом. А ты попробуй молчать полгода. Просто смотри на Степана и извись. Экзема мгновенная. А я овен. Я не могу полгода терпеть. Меня взорвёт. Ты всё правильно делаешь. Поэтому, поэтому у тебя ничего не накапливается. Это норма. Давай что-нибудь смотри конкретное. Раздражение, конечно, классно. Что-нибудь из списка тебя сейчас зацепит. Лишний вес. Опорно-двигательный аппарат. Кости, суставы, спина. Всё, что с этим связано. Плохое зрение. Онкология. Женские болезни. Проблемы с грудью ещё есть, что-то оказывается. Щитовидка. Зубы. Сердечно-сосудистое заболевание. Кожа. ЖКТ. Пускай кожу. Не пускай. Зацепило что-нибудь? Кожа. А что кожа? Кожа вначале были в прыщи, а потом был диагноз рак. На коже? Да. О, идём сюда. Ты у нас двух классиков жанра сегодня. Рак кожи был, да? Давай сразу становиться. Вот наша линия, что у нас? Жизни. Линия жизни. Вот где-то тут, где-то тут. Ты попала в очень интересный переплёс. Опаньки. И он ближе стал. Он ближе подошёл. Страшно болеть? Особенно такими интересными болячками. Не страшно. Когда было? Заметьте, чётко сейчас по системе пройдёмся. Первое. Когда было? Сколько лет назад? Никто не знает. Как никто не знает? То есть диагноз поставили потом? Когда диагноз поставили? Замечательно. Когда диагноз? Год назад. Год назад поставили диагноз. Сейчас скажи, есть ли он или нет? Не знаю. Хорошо. Давайте дадим звук. Тогда дадим звук. Итак, год назад поставили нехороший диагноз. В результате которого ты что? Начала буксовать по жизни. А страха стало что? Больше. Больше. Соответственно, конечно, больше. Что там пункт говорит о чём? Надо вспомнить кого? Людей. Людей, которые были год назад. Но заметьте, вы не вспоминаете, кто сидел на лекции, когда, на каком ряду. Нет. Это не эти люди. Это жизненные ваши необходимые люди, с которыми вы очень плотно коммуницируете. Кто эти люди? Здесь вопрос, когда диагноз поставили или когда ты думаешь, это началось? Ну точно не в этот день. Вот давай хотя бы так за два месяца, за три месяца. До того момента, как поставили диагноз. Онкология не рождается вот так. Чтобы была онкология, вам нужно полгода, а то чуть больше может носить в себе очень-то нехорошее чувство. Сейчас мы его докопаем, вы увидите, что это за... Но это просто скорее... Герпес, герпес. Достаточно 15 минут. Вот ты меня выбешиваешь, а я тебе улыбаю. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Что-то чешется. У меня все равно тебя улыбает, домой прихожу. Все, помыла андерсом. С меня 100% на две недели получилось. Есть вот эти узлы, которым 15 минут. Если я их не отследил, все, две недели вам возле зеркала лучше не показываться. Но если вы отследили, что у вас чешется, чесаться у вас стало не полгода назад, а когда? 20, 30, 40, ну, может, час назад, мгновенно, час назад, кто дергал меня? Опаньки, она, чем? Тупым вопросом. Нет. Гоняла меня, говорила, что о, так, все, а я что? Меня это раздражало, что он мне говорил, как надо, как не надо делать. А что я ей при этом улыбалась? Елки-палки, а улыбчивое настроение у меня не было. Прости меня, Галя, Петя, Сережа. Прямо где-то мне было. Прямо вот, стой, Игорь, прости, 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 за мою неискренность. За мою лицемерие, за то, что я там такая вся из себя. На самом деле, тебе столько говнища пожелало, и ты увидишь. И сразу чистенько, сразу чистенько. Герпес проходит 2-3 минуты, максимум. У кого-нибудь есть сегодня герпес? Был. Есть? Когда возник? На губе есть сегодня? Два дня назад. На кого? Кто подергал тебя? Муж. Раздражал тебя чем? Своим поведением. Своим, как надо тебе делать, как не надо. Как быть женщиной тебе учил. Правильно? Или чем? Он не раздражал твоим бездействием. Замуж зачем вышло в нем? А-а-а, вопрос хороший. Так вот, выходим замуж не за тех, потом они нас раздражают. И не живут так, как я хочу. Странные. А кто болеет? Оба. Ты будешь только болеть герпесом, а он будет болеть отсутствием денег. Вот и все. Итак, идем дальше. Год назад. Скажи, пожалуйста, вот, давай не год, давай двенадцать. Я думаю, это было раньше, наверное, чем был. Да. Должно было быть событие, которое очень сильно тебя начало прям лупить по жизни. Да, первая жена. Первая жена твоего мужа. Кто это? Выбирай. Вот. Вот из этого. Мы сейчас найдем тебе Венеру. Кто это Венера, человек? Пальцем. Ты только тыкни пальцем, и мы все. Это в них нехороших. Он тогда выбирает нехороших. Это еще хуже, заметите. Да, поэтому я тебе говорю, давай из хороших выберем. Кто? Нам конкретика надо. Я вам покажу сразу. Бывшая жена мужа. Первая жена. Ты вторая жена мужа? Что мы делаем? Жену в упрятку. Но нам нужен тогда еще кто? Муж. Кого мужа выберем? Из хороших или нехороших? Олежа. Присаживайся. Олежа. Олежа, тогда можно тебе еще раз? Давай. Опа. И вот ты шла такая, швистела в свою швистульку. По жизни. Тебе все хорошо было. Поскричала человека. Минейте слюны, оба. Ты человека посричала с приданым. Правильно? Вот человек, вот приданый. Приданый, приданый. Человек приданый. Давайте человек с своим багажом. На самом деле, вот так все должно быть. Дети. Давай, я что-то не хочу, что-то не то. Давай, мы тебе еще. О! О! Теперь веселей становится. Прям вот четко. Заметь. К нам кто подошел? А теперь скажи, пожалуйста. Первый пункт. Не важно, что у вас. Геморрой, гланды, онкология, ВИЧ, сифилис. Что угодно. Что угодно. Выпадение волос. Вообще не важно. Вес начал образовываться. Первое, что вы себя должны спросить. Когда? Год назад чуть больше. Это в данном случае. Второй вопрос. Кто? Раз, два, три. Это видимое, еще невидимое. Там подпольное. Папа, мама. Буле, которая подкапывала все время. Это подруги, которые говорили. Ты что, дура, обкапывала? Ты что вообще? Посмотри, вообще. Зачем тебе человек с приданым? Это, я говорю, пока явных нашли. Пока явных. В вашем списке, в вашем списке выписываете через запятую. А теперь скажи мне, кем ты должна была быть этому конкретному человеку? Мужу? Женой. Какой женой? Любящей душой. Ну, хорошей такой, относительной. Так скажем, что-то чувствующее к этому человеку. Правильно? Давай по-честному. Диагноз снимаем с тебя или оставляем? Снимаем. Снимаем. Тогда мне надо снять всю дурь с тебя. Дурь, это не искренность. Скажи, пожалуйста, что ты вот конкретно к нему чувствовал? Тогда? Да. Сейчас будет очень неловкий момент. Он очень больной, но тем не менее, самый-самый-самый отвечающий на все вопросы. Наверное, я была не готова стать ему женой, а он как все быстро в своей жизни изменил. Он мудак, это понятно, это понятно. Но заметь, мы не о нем говорим, мы говорим о ком? Не, я говорю, что получается, я была не готова стать ему женой. Умничка. А что это такое? Расскажи. Я же не женщина, я не знаю, какого это быть жена. А что такое жена вообще у мужчины? Кто это? Ты же не жена. Что ты помогаешь? Ты тут рядышком стоишь, а уже здесь комфортно. Меним компаньон по жизни. Компаньон это называется. Скажи, пожалуйста, что ты ему должна была давать конкретно? Ролосы. Чувства. Какие? Самое главное. Любовь. Мало кто вообще понимает, что такое любовь. Вот если слово «любовь» мы уберем, или хотя бы заменим на самый распространенный синоним. Служение. На Востоке говорят, любовь не надо рассказывать, говори «служение». Ты говоришь, любила его. Так скажи, пожалуйста, готова ли ты была ему служить всю жизнь? Служить не ее. Любила ли его? Да, служить не ее. Но это суть одной и той же. Любовь подразумевает абсолютное, безэгоистическое, однонаправленное движение в одну лишь сторону для тебя. И это любовь. Вот это называется служение. Если у вас это стопроцентное, я к вам низкий поклон, когда делаю, целую ваши ноги и говорю «да, да, у тебя это было?» Было. Да. А где, скажи, пожалуйста, делалось тогда? Ушло. О! Никогда, запомните, никогда в жизни настоящее, это как Луна, как Солнце, как звезды, они никуда не уходят. Они просто всю жизнь вашу сопровождают. Они видоизменяются, то больше делается, то меньше. Солнце то за облака заходит, за тучи, то ярко сияет 45 градусным жарой, и оно вас распепеляет. То наступает ночь, но Солнце, вы знаете, есть. И с наступлением ночи вы говорите «я знаю, Солнце есть». Пока же не идет, а который с наступлением ночи скажет «Солнца больше нет, оно исчезло, оно никогда не будет». Мне показалось, что меня обманули, потому что человек играл ту роль, кем он не является. Это ты про себя сейчас говоришь? Нет. Никогда, заметьте, в таблице нету слова «он». Они, вы, козлы. Нет, я говорю, как вы, на что не забраться, в чем вы как вы. Всегда говори «я». Чувствовала к этому человеку какие чувства? Чувства, ну, ну, ну. Но если мы говорим сейчас об негативе, то обман. Обман. Еще. А в чем обман? Что он играет роль другого человека. Я люблю конкретику, конкретно. Он человек невидимый, но я его вижу, он нормально. Он сказал, что у него синий свитер, но он в белом. Так он говорил, нет? Нет, Солнышко, ты сейчас конкретно что-то имеешь в виду, а говоришь совершенно ахинея полная. Что не так было? Смотрите. Ты правильно говоришь. Что не так было? Что тебя не устраивает? Ну, да, у меня жена есть еще. И что тебе надо? Пусть бывшая, но мы встречаемся. Все классно. Правильно, Лев, все нормально. Выражай свою позицию. Но заметь, тебя это очень сильно сейчас что начинает? Ну, ты не говори то, что я хочу услышать. Ты говори то, что сейчас внутри происходит. Мне надо запомнить, снять твой диагноз. И я тебе сколько раз долбану по голове, сколько нужно будет. Но я должен. Смотри на меня, какой халат у меня. Я что, зря потери тут, блин, в двух рубашках. У меня такое ощущение, что я не вижу ответа. То есть не то, что я специально сейчас стою, как бы... Что он делал обман? Ты говоришь, обман. Ну, это не чувство, это просто состояние. Тебя поймели, поматросили, кинули. Ну, это состояние. Чувство ты конкретно. В чем обман? Брало свою бывшую семью. Конкретно что? Ты не сдаешь бывшего. Ты сейчас просто распутываешь узлы. От которых будет ей, ему. А главное, тебе маленький приятный бонус. Чистая медкарта. Со штампом, извините, вы нам пудрили мозги год целый. Здоровые нам не нужны. Мне просто... Мой сейчас мой. Что он тебя брал? Во-первых, он мне не сказал, что его жена, она больной человеком. А тебе это такая разница? Тебе что, любить его мешало при этом или что? А она потом, ну, как бы ее болезнь появлялась в нашей жизни. Она сумасшедшая женщина, к которой мы с мислом. Да, скажи, пожалуйста, на твои чувства как-то к нему могло это влиять? Если они были. Маленькое, но. У меня начало уходить уважение. Ну, заметь. Он тебе не сказал. У тебя есть чувство. Чувство подразумевает однонаправленное служение этому человеку. Да, а потом я узнаю, соответственно говоря. И ты понимаешь, что оказывается, чувство, скорее всего, тех, которых... Нет, они еще не закончат. Ну, и вот ты узнаешь, что у тебя вместе с любовью, но появляется к нему что? Не подсказывает смерть. Не подсказывает. Она рядом, она подскажет. Когда она придет, будет поздно. Поэтому сейчас мы должны переиграть этот сценарий. Я вам действительно показываю, как. Ну, не тормози, а то мы тебя выкинем за бок. Тормоза там... Я не знаю, что ты же такой. Да ладно. Смотри, как мы улыбаться научились. У нас ямочки есть. А давай зал посмотрим. Что нам сейчас скажут? Нет, ты сейчас молчишь. Давай плохих спросим на нашем первом ряду. Вас поимели. Вам ничего не рассказали. У вас близкий родной человек, который вам трахает мозг напрямую без презерватива. Что вы чувствуете к этому человеку? Раздражение это... Ну, тут не чувствуют дольки. Тут даже не знают. Обиду подсказывают. Еще. Ненависть. Но заметь, у нас тут улыбка. Я хорошее. Предательство. То есть, действительно, какие-то мои жизненные опоры пошатнулись. Я не знаю, как это называется. Ярость. Так вот, в результате того, что мы это чувствовали... Но не в бега, как мы говорим. Я не знаю, что это были за чувства. У нас сырая пища попала куда? Внутрь. И в результате того, что она должна быть пережевана и усвоена, это называется непережеванная... Ты согласна. Она ушла. Она ушла. Смерть ушла. Она ушла. Но правильная мысль. Но тот человек, который подошел к порогу очень интересного восприятия этой жизни, который улыбается и говорит, что у меня все хорошо, у меня все хорошо. У тебя у меня только позитивные были. Ты мне смерть заказывала. Я тебя тоже, скорее всего, люблю. И вообще, вот я такая это... Извините, наверху говорят. Она кому врёк? Нам, ним или себе? Это называется себе. Это лишь просто побочный эффект нашей недоговорённости. Поэтому, поэтому, для того, чтобы сейчас развязать все узлы, развязать все узлы, для этого лишь одну рубашку мы с вами надеемся. Называется она искренность. Искренность состоит вот в этом человеку. Давайте ещё раз. Что там было у нас? Как раз пришло. Отражение, обиды, гнев. Слово, ненависть. Глоба, ненависть. Ты слова такие слышала? Нет. Не слышала такие слова? Однако, я думал, Леточки и главведоевки у нас вымерли уже давно. Есть олежащие в нашей семье. Итак, а заметьте, чем она прикрылась. Говорит, меня чувак на работе подвыбешивает. А теперь объясняет. Есть несколько персонажей в нашей жизни, которые нас очень ручки вниз потянут. Ещё. Которые тебя очень сильно что сейчас? И что при этом ты испытываешь? Да, заметь. А можно ещё последний? Сейчас ты что ещё? Да, я хочу смоделировать условия. И теперь смотри, появляется чувак на сцене, на работе, который что? Бесит. Бесит. А тебе не только он, тебе там большинство выбешивать будет. Но заметь, делали в нём. Или вот в этих вот сейчас узлах. Я рассказываю, как в жизни происходит. У каждого из нас есть это. У каждого. По крайней мере, я ещё ни одного человека не видел. Вот прямо сейчас, ну, осознанно не всплываю в памяти. У кого таких узлов нет? Но каждый, каждый прикрывается незначительной фигурой в нашей жизни и пытается с психологом, с терапевтом, с целителем, с экстрасенсом говорить. Это ж у меня проблема в том, что ты меня сглазил, да? Ага. Ты мне поможешь? Поможешь. Надо убрать его. И всё так. Мы бежим вот отсюда. Вот это называется отсюда не искренность. Объясню, как работает подсознание. Подсознание, оно сугубо эгоистичное. Там стопроцентный спин самосохранения. Мне нужно выжить любой ценой. Этот человек угроза для жизни. Он мне желает плохо. Я ему желаю в ответ смерти. Этот человек угроза для жизни, чтоб ты сдох. Этот человек угроза для жизни, чтоб ты сдох. У инстинктов, запомните, нету родственников, близких, друзей, родных. Инстинкт, он с одной стороны очень мудр. Он миллионы, миллиарды лет эволюционировал для того, чтобы дать вам способность выживать. А с другой стороны, глуп как пень. Потому что не может отличить врага, например, от родителей. Для него то, что угроза для здоровья, мгновенно, чтобы ты сдох. Программа смерти. Программа смерти, программа смерти, программа смерти. И еще пару программ смерти. Как ты думаешь, где оно все? Да, солнышко, так выглядит. Есть такой термин, онкологическое мышление. Должны были быть люди, на которых вы очень шибко выбесились. Но благодаря привычке постоянно хранить каменное лицо, улыбчивая Джилл Карнеги, как я говорю, мы улыбаемся тем людям, которым наше подпознание 24 часа желает смерти. Но кому? Им ли? Нет, только себе. Поэтому, если вы попали в эту ситуацию, очень интересно, опять, не важно это онкология, не важно это зрение, вес, т.д. и т.п. Нужно отследить что? Что эти люди? Что эти люди, когда началось? Ну, вопрос, мы первое еще более-менее научились людей. Поверьте, чуть-чуть покопаться, а вы этих людей всплывете и это. Но! Мне больше вторая часть рассказа интересна. Что конкретно ты будешь делать? Мне нужно снять с тебя диагноз. Ты не путевая. Мне надо сделать тебя путевой, чтобы ты шла по своему пути. Не блудила где-то непонятно где, а была на своем пути, как колечко по веревочке двигалось. Легко, плавно, без всяких пленетик. Застреваний. Первое, что там Дима говорил? Только в микрофон. Надо узнать, какие чувства испытывал. Ну, что ты к ним мог испытывал? У меня такое ощущение, что я блокирую. Да, на самом деле. Вместе с этим блоком придет ответ на это выздоровление. Это очень просто. Здесь только одна нужна ваша искренность. Если вы считаете, что это была любовь, я вам еще раз говорю. Фальшивка. Фальшивка от настоящего. Ее любой, я не знаю, новичок распознает. Когда вышла за него замуж? Сколько лет назад? Четыре года назад. Четыре года назад. Ты из Москвы сама? Нет. А он? Тоже нет. Тоже нет. Это была квартира? У меня была не квартира, а они тоже есть такая. Ты жила там? Нет. Нет. У него? Я оставил семье. То есть он тоже не был нигде, так? Он где работал, не работал? Работал общий бизнес с той семьей. Он остался в зоне. На момент возникновения ваших отношений. Просто очень многие путают слово чувство комфорта с любовью. Страх остаться ни с кем, ни с чем. С любовью. И у нас у каждого на пару с другими половинами было все очень хорошо. Все все бросили. И эти блоки вместе. Два студента. Странно. Вообще вообще странно. Почему? Тут все хорошо. Тут все хорошо. Давай бросим и вот. И все все как раз, чтобы касаться квартиры, бизнеса и так далее, было бы в других отношениях. А мы все оставили и пришли к другому. Ладно. В любом случае. Я только рассчитываю твою искренность. Прямо сейчас. На сегодняшний день. Ты к этому человеку что чувствуешь? Минимум раздражения. Минимум. Я максималист. Я оптималист. Я люблю много. Люблю все и сразу. Я еще эгоист. Мне все надо сразу. Нет, есть. Еще. Скажу больше. Дань, после ненависти вы очень много еще интересного виды. Ты правильно подсказываешь еще. Ярость есть, афрект. А перед этим еще злоба у нас, пакетство. У меня очень часто начинают листят общения. А ты с ним до сих пор живешь? Нет. Развились? Да. Официально развились? Да. А узлы? А узлы? Не важно, венчаны или не венчаны. Главное, что у вас вот здесь происходит. Ну, он хочет всеми силами меня вернуть, а меня это еще больше бесит. Да. Что ты к нему чувствуешь? Негатив. Как выражаешь? Я выражал это. Как выражаешь? И словами, и поскольку. Я хочу услышать конкретно. Как? Вот лично к нему. Допустим, меня зовут Андрей. Я хочу услышать конкретно заметно. В третий раз, который ты пытаешься эту ключу сделать. Это важно. Вы пойми, пожалуйста, вы шутите, но когда она приходит, с Димой можно отшутиться, с ней нет. Она приколов не понимает. Она работает сугубо, как учитель. Если она видит, что хозяин тела тупит, она говорит, до следующего раза, стираем программу. Если она видит, что хозяин тела пошел на поправку, грубо говоря, начинает брать ответственность за свои мыслительные процессы, за свои какие-то вот эти вот вещи. Она говорит, окей, я еще тебе дам шанс. Она уходит в стороночку. Всегда работает по одному и тому же сценарию. Не важно, чем вы болеете. Вместе со сознанием в своей глупости приходит исцеление. Здесь только нужно понять. Но заметь, чем больше страхов в твоей жизни, тем ты вообще меньше понимаешь, кто эти люди. Чувства, чувства. Что ты будешь конкретно? Ты говоришь, я ему выражала. Я хочу узнать, как. Это самое распространенное заблуждение. Поэтому благодаря этому вы болеете. Вы тапком по жопе с чувствами путаете. Я четвертый раз тебя спрашиваю. Конкретно. Да. Может, в русском языке это по-другому. Я просто с людьми разговариваю. Я и Влада не рассказываю. Влада и не был, но тем не менее. Каждый раз говорю, как ты выражала чувства? Он говорит, я выражала. Я говорю, как ты выражала? Я выражала. Как по-русски спросить, какие именно чувства они выражают? Я так и говорила. Ну я так и говорила, а не понимаешь. Оказывается, дело, заметь, не в русском языке, а понимаешь. Дело в чем-то другом. Повторите слова. Прямая речь. Вот. Какая прямая речь была? От первого лица ко второму, правильно? Ну, конкретно вообще уже вопрос. В прошедшем времени. Я в тебя ухожу, потому что я тебя не уважаю. Еще. Альберт, Альберт. Ты меня раздражаешь. Все. Я не приняю. Все. Андрюха, ты меня прости, пожалуйста, дуру. Я реально у тебя прошу прощения. За твою глупость прошу у тебя прощения. За то, что на самом деле я тобой играла, как в шахматную партию. Я только сейчас начинаю это понимать. Только сейчас. Я действительно думала, что я тебя очень сильно люблю. Я думала. Ну, вот прошло время. Ты меня прости, пожалуйста. Прости. Вот. Не видит Бог у меня этих чувств. Я из уважения к тебе, наоборот, говорю, что пусть ты будешь как есть. Что и меня, кроме с тобой, когда мы общаемся, кроме раздражения, злобы, ненависти. Я просто ничего не испытываю. Вот. Поэтому ты меня прости, пожалуйста. А сколько ты раз, ты говоришь, она заказывала тебя у кого-то где-то. А ты? Нет. Точно? Конечно. Вот. Осознанно? Только она, самая честная. Пошла и поставила за тебя за упокой свечу. Ты же это делаешь 24 часа в сутки, мы... А? Работает на обогащение храма. Обязательно работают. Заброни, пожалуйста. Все люди, для которых свечки за упокой ставят, это уже, говорит, что люди где-то очень далеко свернули. И не свеча работает. Не свеча. А работает уже самих заблудящих. Ну, я тебе из опыта рассказываю, что это не... Поэтому, поэтому... Что ты ему скажешь? Прости. Прости. За что? За то, что планирует своих чувств. Это надо почувствовать. Не говорите это. Никогда не говорите. Тёмушка, куда пошёл? Сейчас вернусь. Ну, уже самое интересное. Дима, 10 минут. Это неинтересно. Никогда не говорите. Запомните. Никогда не говорите, потому что надо. Никогда не говорите, потому что Дима сказал. Никогда не говорите, потому что вы опять побыть что? Хорошей, добренькой. Понимаете? Никогда не делайте того, что не чувствуете. Если вы действительно придёте сегодня домой и почувствуете всю глубину, глубину, всю глупость, всю вообще изворотливость ума, всё лицемерие. Первое, запомните у вас эффект. Вас начнёт трясти. Вы начнёте плевать возле унитаза. Я про физически конкретику сейчас говорю. Некоторых очень сильно пронесёт. Некоторых руки. Вот так руку вытяните, она начнёт трястись просто. Это говорит, что вот оно началось. Вы столкнулись с самим собой, с естественным, со злым, с жадным, эгоистичным. Отпустите его. И вы увидите, что это были не вы, это просто была маска, которую вы под маской лицемерия улыбки прятали. Когда вас трясти так начнёт, что просто могут быть слёзы. Вот они текут, текут, как слёзы благости. Кто-то начинает, я говорю, с горшками слазить. Не просто сутками, месяцами. Это тоже факт. Начинаются, говорю, вот эти вот побочные эффекты. У кого зрение начнёт расфокусироваться, сфокусироваться, как вот микроскоп крутит. Вы ни с чем не спутаете эти состояния. Это оно. Вот только тогда выходите на контакт. Не идите просто потому, что после лекции вас что-то такое зацепило, и вы так пора с этим кончать. И свидетели. Никогда не делайте подобных вещей. Оно должно идти вот отсюда. Я говорю, вы ни с чем не перепутаете. В туалете влах хоть раз? Ты как? По-большому отвечаешь, а по-маленькому. Ты чай бьёшь, правильно? Ты не побежал в дискотеку. Ты чётко идёшь на улет. Вы никогда не перепутаете эти ощущения. Они неподражаемые, неповторимые. И лично вас каждый будет по-своему распознаваться. И вам надо просто встретиться с этим. И как только вы встретитесь с этим, будет два побочных эгоэффекта. Первый – наполнение. Вы наполняться начнёте благостью. Вот этот момент, его просто страха не станет. Он просто растворится, исчезнет. Потому что вы в этот момент почувствуете его поддержку. Его руку, из-за которой он вас вытянет. Но вместе с этим, можно будет к нему идти, понимаешь? Нужно будет что-то с ней делать. А что, кстати, делать с ней, если это не очень адекватный человек? Неадекватный сразу в музей. Нет, просто к людям так поговорить – это не очень. А за что ты хочешь с ней поговорить? Вот пришла ты к нему, вот она, его бывшая. Как ты видишь, очень неадекватный человек. Мне вообще с ней разговаривать хочется. То есть, ну, можно просто пить? Вы что ты так не чувствуешь? Сущно. Если честно, ничего. Тогда чувствовать. А как ты думаешь, где оно? Мне кажется, что я есть. Время, говорят, лечит. Я говорю, да. Время просто берет и красит труп. Красивый труп красиво выглядит, но под краской стоит четко 100% то, что там лежит. Поэтому, поэтому, я не верю в фразы, это мой личный опыт и еще опыт 15 тысяч человек. Я не верю в фразы, что это было, а потом просто ушло. Оно должно выйти. И оно как выходит, вы почувствуете. Сейчас, на фоне того, что ты устала держать двоих, спросить я, что ты чувствуешь, ты адекватно не скажешь, потому что что? А? Устала. Ты устала, он ничего. Ты устала, и поэтому ты говоришь, я к ней ничего не чувствую. Человек, который пробежал 15 километров, спросил у него, что он чувствует к маме, папе и дочке, и скажет, «Да идите вы нахер, я хочу отдохнуть сейчас, выспаться и не мешать мне это работать». Это правда. Поэтому, поэтому, я говорю, что, во-первых, во-первых, ты должна это почувствовать. Хорошо? Там нет никакого вот проблемного момента, который он нерешабелен. Всегда спрашивайте себе, кем я должна была ему быть. Если ты была ему женой, венчанной тем не менее, там такая есть фраза. «И в любви, и не любви, и в здравии, и в беде готова ли ты?» А ты что ответила? Да. Странно. Кого ты обманула? Себя, его и не его. Вот она, не любовь пришла. Вот они, проблемы пришли. Ну, ты же уже подписала. Да. Я готова в этом быть. И тут резко вдруг он стал тебя раздражать. Кого обманула? Себя. Себя, Солнышко. Поэтому я прошу у тебя прощения за свою нечестность перед тобой. Ну и там, это почувствуй. Слова придут. Вам главное состояние саккумулировать. Из этого состояния попрет. И нужные слова, даже маг, перемат. Даже вы слов раздражения, гнев, ненависть не будете использовать. Вы можете молча стоять и смотреть ему в глаза. Но в этот момент состояние. Состояние очень важно. Вот это, раскаивание, покаяние. Вы же не к батюшке. Вы пришли закрыть все свои вот эти вот вещи. Хорошо? Снимут твой диагноз. Поверь, ты уже какая в списке? Ну... А ты у кого проверяешь? Субцелителей? Нет, субцелителей. Ну... Они три врача разомнели. Они даже цитология всегда называют. Все, наверное, в трезу полупратили разомнение. То есть это абсурд. Нормально. Четвертая будет точечная. Тем не менее, сейчас хочу список закончить. Дима, какая минута осталась? А я быстро. Ого. Итак. Лишний вес. Очень интересная тема, но долго. Принцип тот же самый. Лишний вес. Вы скользили по жизни. По жизни. Пока в вашей жизни не появился кто-то. Вы распутываете уже. Пока не появился кто-то. Который вас очень сильно обижал. Но вы при этом что делали? Улыбались. В этот момент ваша жировая клеточка наполнялась водой. Она растягивалась. Попа росла пропорционально тому, как вы обижались на этого человека. Но спросила при этом, что ты к нему чувствовала? Нет, я вообще в него не обижалась. Вранье. Поэтому ищите негатив к тому человеку, после которого вас начало наполнять. Подожди, солнышко. Про худобу мне заметь никто не написал. Ну сколько вас? Из 14 тысяч человек сколько? Трое? Про худобу интересно? Я думаю, в процентном соотношении кто это? А ты где уплотниться больше хочешь? Может не у худобетов совершенно и дело. Нормально? Ну значит все нормально. Костя. Интересная тема. Спины, суставы, т.д. и т.п. Спина. Пополь. 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 К залу. Очень-очень просто. Все очень просто. Это вы. Не она. Вы. Верхняя часть спины шейно-воротниковой назовем. Грудной отдел. Поясничный. Я пока проспину ноги там, соответственно, все, что ниже поясницы будет. В принципе тот же самый. Итак. Шейно-воротниковый отдел. Болит у тех людей или проблема у тех людей, которые умничают в бытовом смысле слова. Они знают как что? Как бытовухи. Женщина знает, каково мужчине, как им надо быть. Мужчины, наоборот, знают, каково быть женщине. Это у них постоянно в бытовом. Как правильно мыть посуду, как правильно полы. Вы, грубо говоря, в бытовом смысле начинаете умничать, как будто вы умная, а кто-то возле вас что? Дыра. Да. Да. Дыра. И вы ему даете советы. Или за кого-то что-то делаете в бытовом смысле. Но в любом случае это умничаете. Грудной отдел. Вы умничаете там, где кого знаете, как любить надо, как не надо любить. Вы подругам даете советы, как надо замуж выходить, как не надо замуж выходить. И что бы вы вообще делали на ее месте? Как будто бы вы что? Были на ее месте. У вас всегда будут проблемы с грудным отделом. Чаще всего это подростковый возраст, когда вы начинаете путать кое-что с вашим даром. Чувства. Поясница. Все, что связано с деньгами, с социумом, с карьерой. Ну, сидят во дворе мужчины обычно, да? И они знают, как надо президенту править страной. Где какие долги, где что куда. Вот у этих что куда вы глядете? 100%. У кого поясница? Поднимите руки, пожалуйста. О! Это умные люди, которые знают, как... Если женщины подняли руки, это они знают, как мужчине зарабатывать, кем ему надо быть, на какой работе работать, какие слова говорить начальнику. Если мужчины подняли руки... А мужчины подняли руки у поясницы? Не подняли? Подняли. Вот. Это означает одно, что у самого страхов миллион. Особенно по поводу работы, по поводу завтрашнего дня, страх бедноты, что делать. Но! Мы это тщательно прячем и даем советы другому человеку, как ему заработать что? Миллион. Совершенно верно. А вы эти резиночки уберите, чтобы на них не капают. Хорошо, извините. Вот. Может, так сегодня будет? Ниже? Ниже. Ну, что за... У меня попчик, выше попчик, если поставил. Страх... У тебя? Да, вот выше попчик и ниже поясницы. Все, что ниже поясницы, все, что... Это страх за материальное благополучие. И часто у кого страх за материальное благополучие, они вступают в взаимоотношения, как они говорят, по любви, но на самом деле их объединяет только некое... Тотальное чувство комфорта. То есть, такое вот, что мне комфортно с тем человеком, но это любовь, да. Я, скорее всего, это приличная девочка, это, скорее всего, точно будет любовь. Страх. Деньги, власть, а? Да? Да, да. Страхи. Копчик, крестец, поясница. Вот там живут основные. И те страхи фундаментальные. Например, я отец. И стешить путевой в этой жизни получится, говорю о своей дочке, да? Как ты думаешь, кем она хочет уже быть? Хорошей для меня. Не самой собой, а для меня. Она поступит на ту профессию, которая не ее, а которая для меня. Она будет всю жизнь жить не свою. И как ты думаешь, какое чувство у нее будет самое главное? Страх. У нее проблемы будут. Она все время будет вожануть, бояться передо мной. Все время будет проблемы внизу. Всегда. А что, грыжа, если там даже у вас протрузии, это то же самое. Все один к одному. Все то же самое. У тебя грыжа, да? Ну, кому ты доказываешь, что? Чего руку не поднялась? Я же в прошлую лекцию сказал. Поднимаешь руку. Ты знаешь, что ты звезда Ютуба? Мне слышно. Кто это девочка, которая тебя замучила на прошлое? Издевался так с конем над ней, чтобы мама не горит. Тебе задание какое домашнее было? Порвать зал рукой своей сегодня. Каратэ показать. А ты опять промолчала. Ну, ты в следующий раз ты точно поднимешь. Кому доказываешь? Кто? Кто тот человек, перед которым ты всегда должна быть хороша? Отец, которого нет. Вот и ответ на тот вопрос, что когда человека нет, он есть. Он точно так же работает. Так напиши ты ему письмо. Дорогой папочка, родница. Ноги, ноги. Дальше. Что дальше? Ноги. Что дальше в таблице? Грумче чуть-чуть. Колени. Ну, колени. Ребята, все, что ниже задницы, это ваши взаимоотношения с вашими родственниками. Но это скорее всего ман-папа будет. Это значит, что вы им что-то не доказали и боитесь, что не докажете. Нагрузка распределяется плавно, и вы уходите туда, в ноги. Потом там начинается варикоз, это туда же. Кстати, некоторые говорят, варикоз это неопорно-двигательное. Я говорю, ха-ха-ха. Да, это неопорно-двигательное. Это следствие. Даже мама-папа. Все, что ниже поясницы, это ваши родственники, мама-папа. То есть советы родственников. Это не советы. Это ты боишься, что ты в их глазах, грубо говоря, никто. И всю жизнь ты должен доказывать, что ты кто? Кто там. И ты никогда им не докажешь, потому что кем бы ты ни стал, все равно мудила. Потому что ты вот как-то все равно не так. У меня еще пять заболеваний пришло. Я прошу прощения, нас неправильно поймут. Да, я раздолбаю, прошу за это прощение. Подвел Аню организаторов, подвел хозяев этого пространства. Но я должен, должен это сказать. Опорно-двигательное. Вы берете то, что вам не положено. Вы умничаете, умничаете, умничаете. Вы психолог по жизни, философ по жизни. Вместо того, чтобы быть другом, мамой, папой, женой, женщиной, мужчиной, ребенком. Вы начинаете умничать, умничать, умничать. В результате этого вы начинаете что? Напрягаться. Потому что вы берете ношу, я говорю, не свою. Плохое зрение. Отвечаю одним предложением. Любое плохое зрение, неважно, стигматизм, у вас плюс, минус, у вас какие-то там катаракты. Запомните, плохое зрение, одним словом, абсолютная, стопроцентная неуверенность в себя. Что с этим делать? Одним словом. Это одно слово было. Второе слово. А врожденное плохое зрение? Что с этим делать? Ну, у всех врожденное плохое зрение. Вам любой остеопат, это не остеопат, это как бы, альфтамола скажут, что любой ребенок рождается с плюс 8, плюс 6. Это фан. Абсолютно нас фокусировка. В результате этого все мы рождены с плохим зрением. Только у некоторых оно пожизненное, стопроцентное. Вот. Неуверенность в себе, понятно причина? Спрашивайте, что делать? Вот скажите мне, что за вопрос, что делать? Ну, в смысле, вот неуверенность в себе, хорошо. И как с ней решать эту проблему? Решать проблему это с ракетикой. Смотри, смотри, солнышко. Для этого я вам шнурок показал. Вот ваше плохое зрение. Вот оно, вы попали. С какого возраста? С какого возраста у тебя? С 10 лет. С 10 лет я в твоей жизни был? Нет. Кто был? Мама, папа. А кем ты им была? Дочерью. Дочерью. А дочерью ли ты была? Или доморощенным философом, психологом? Нет, ну психологом философом была, но не высказывала свои. Да, солнышко. В результате этого они дочь видели или нет? Нет. Нет. И как они с тобой обращались? Как с дочерью или как с куском? А? Ну они вроде со мной хорошо обращались. Как с дочерью. Точно, да? Хвалили тебя? Ты умничка, такая красоточка. Вот именно меня хвалили. Кто хвалил? Мама хвалила себя. А папа что говорил? Папа тоже хвалил, но очень редко. Он не выражает свои чувства. А что говорил? Ну что я хорошая. Красивая. За что? Что? За что хвалил? Просто так. Подходил, тебя будил, ночью был. Нет, ну ночью был. Нет, ну ночью был. Нет, ну там подойдет в обители и сказали, что я хорошая. Ну бог с ним, значит тебя хвалили. Ну а ты-то как отражал? Внутри что? Я ничего вам не говорю. Почему? Не выражал. В любом случае, в любом случае. Я тебе объясню, что происходит. Есть люди эгоисты? Это не про тебя, это про людей с улицы. Ты хорошая. Я даже папа про это сказал. Есть люди эгоисты. Так вот их надо похвалить сто раз, чтобы они сказали, да, теперь я точно хорошая. Похвали меня 99 раз. Скажи, 99 раз я хвалил. Вот меня не любит никто. 99. Мне 99 раз сказали, что меня любят, но заметь, мне это 100. Но заметь, как только она скажет 100, я скажу 200. Она никогда не справится с моим скоростью вот этого расширения моего я. И поэтому, чтобы она не... Как говорят у нас в армии было поговорка, куда солдата не поцелуют, сюда задница. Так вот, куда бы она меня не поцеловала, у меня сюда задница. В результате этого я чувствую себя какой-то внутри недоделанной. Это и есть неуверенность в себе. Соответственно, как обретается простейшая уверенность? Не самоуверенность, а уверенность в себе. Распутываешь эгоистические клубки с теми людьми, с которыми они были что? Запутанные. Ваше зрение это просто как следствие того, что вы не хотите видеть себя. Кем? Кто-то эгоистом, кто-то неуверенным, кто-то самовлюбленным павлином, кто-то затюкнутым. Кто как, кто как. Поэтому с плохим зрением... Сереж, ты кем себя не хочешь видеть? Ну ты кто? Женщина, мужчина? А? Кто? Я мужик. Я мужик. Скажи, сиськи, бля. Скажи. Грудь. Грудь. Я мужик. Вот ты мужчины себя до сих пор не хочешь видеть. До сих пор. Прошу прощения, конечно, за всякие эти, но я показываю абсурд. Дим, у нас нет времени больше вообще. Нет, но мы сейчас будем снимать на днях видео, на ответим на эти вопросы. Я беру на себя это обязательство сейчас. Я обещаю, что на эти вопросы ответим. Но у нас время закончилось. Один сестра вечер доходит. А тут самое интересное пошли. Как вырастить грудь? Одно. Одно, пожалуйста. Дима, правда. Раду. Спасибо всем родителям. Простите меня с гостями. Желаю. Желаю. Запомните только одно. Запомните только одно. Систему. Она очень простая, элементарная. Запомните, что вы не имеете права болеть. Просто не имеете права. Вы имеете право скользить по этой нити, как колечко. Нигде не спотыкают. Ни на секунду. Наконец-то снимой под холад. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...